Девушки отдыхают Горю, горюй, дочка, горе Куда тянете это? Не тянуть надо, да? Входи к матушке в гости Пока матушка жива Здесь нисходим с мелоди вниз идет Пока матушка жива То есть третья строчка, она поется иначе Как я горевала Как я горевала Да? Вот уже запомнили вроде мелодию Дальше А чего вы тут подходите к центру ближе? Вы будете звучать более цельно? Вам и спрятаться будет легче друг за друга сейчас Конечно Концовка правильная? Дальше Расти, дочка, детей Расти, дочка, детей Молодцы, Моссы Главное вы стараетесь Давайте еще раз У меня есть некое ощущение Что для вас всегда очень важно В разговорах Быть на вы Почему это так важно? Давай об этом поговорим Давайте Когда девушки возмущаются, как правило Говорят Боже мой, разве я старая? Ну почему вы? Я говорю, спокойны Это дело вообще не в возрасте И привожу пример Что когда я преподавал в школе А я преподавал в школе Классом с пятого по одиннадцатый И вот даже пятиклассникам я говорил вы Но там я это делал Как сознательный педагогический прием Они расцветали По моим ощущениям Я видел, как у них плечи расправляются Как им было приятно Что преподаватель, учитель К ним обращается на вы А дети не врут, вы знаете Если им нравилось Значит каждому в глубине души нравится То есть для меня это не форма подчеркнуть Это однозначно способ удержать дистанцию Но не только это Мне кажется, это еще Какое-то уважение авансом Которое мы должны друг другу давать По моим ощущениям Мы должны друг другу давать Автоматически при знакомстве При вхождении в друг друга Ну и метафорическом, конечно То есть это уважение и границы, правильно? А это одно и то же, наверное Уважение и границы Вы чувствуете своим Оказываясь в таких местах А что значит чувствовать себя своим? Вот хороший вопрос для меня Я заметила еще одну закономерность Помимо вы и выстраивания этих границ Но также и с этой историей Ваше любое интервью Вы всегда вопросом на вопрос И переводите это в такой Ну как бы разговор Это уже не интервью, а такой разговор Беседа Хочется перезаписать этот дубль, честно говоря А зачем? Почему такой вопрос? Мне сложно считать этот вопрос Ну ничего сейчас не пришло в голову Я не понял этого тезиса Так Вот, видимо, потому что вам тоже так комфортнее Потому что, мне кажется, так достойнее делать Почему? А что недостойного? Просто задавать вопросы Главному герою, скажем так Мне не нравится формат Главного героя вообще Почему? У меня было несколько этапов Я помню, что Мы только начинали работать с Данилой Я вот сейчас смотрю на него Он сидит как раз с той стороны камеры И Данила в то время показывал В одном из баров Цепочку фильмов про рок-музыкантов А я тогда Был еще совсем молодой Еще более молодой, чем сейчас Представляете? И я только почитал про смерть автора У Ролана Барта И думал, что я дико умный И мне ходило Я думал, ну блин, как Даня не понимает Что вот эти фильмы Они конструируют лже-миф Про рок-героя Из-за этого лже-мифа Куча пацанов и девчонок Неправильно воспринимают шоу-бизнес Музыку Неправильную сторону направляют Свои духовные матьих искания И все такое И мне казалось, что Данила Пропагандирует Типа устаревшую Неправильную оптику Взгляда на ситуацию Мне кажется Что каждый раз Когда у тебя есть ресурс В данном случае Мы располагаем Вашим любезным ресурсом На меня направлено сейчас Пять камер Время ваших подписчиков Время людей Которые они потратят У них там после рабочего дня Они приходят, включают Я обязан Как человек Которому подарили такой ресурс Потратить его не на то Чтобы говорить о себе О своей биографии О своих причудах О том, как мы говорим Вы или ты А для того, чтобы поговорить О какой-то теме Которая больше, чем я И которая Задевает каждого Из сидящих Или хотя бы их часть Если это получается Это большая удача Именно на этих основаниях Организован весь наш этот проект Мы хотели как бы через нас Перенаправить ваши ресурсы На освещение На наш взгляд Более важные темы Чем просто говорить Еще про одних музыкантов Ну как бы довольно Сомнительного качества Так или иначе Меня что в этом смущает Что это всегда Да, если бы это был Какой-то один такой формат Но в вашем случае Это всегда какое-то Как будто бегство И защита Это те же границы Это тоже вы По отношению вообще К миру и к зрителю Вы как бы говорите Мы не достойны Вашего внимания По разным причинам Давайте вот мы Про мировые проблемы И про корабли Которые бороздят Просторы значит Мирового океана Это же Это же условно Все равно защита Потому что вас же спрашивают Я же там не лезу В вашу личную жизнь Не задаю каких-то вопросов Про вещи Например О которых вы не хотите говорить Мне просто интересно Что вы думаете Что вы думаете Вот об этом Или о том Вот какое ваше мнение Я готов ответить Вы спросили меня Чувствую я себя Своим среди Я говорю А что такое своим Я просто реально не понимаю Это сложный вопрос Ну по-вашему Вот своим В вашем смысле этого слова А я понимаете Смотрите Я с помощью как бы Этого вопроса Хочу понять Что такое свой Усложнить это понятие И потом к нему вернуться Чтобы на мой взгляд Ответ стал неформальным А более глубоким Ну то есть Я не уходил от ответа Это ваша гипотеза Ну хорошо Тогда приведу Такой пример У меня есть документалист Которого я намеренно Не взяла в эту поездку Сережа привет Сергей Ерженков Он снимает Жизнь простых людей В провинции Их драматические истории Вот он человек Чей уникальный дар И талант Помимо Картинки Которую он делает Это зайти К незнакомому человеку И в отличие от нас С вами Он сразу За одну секунду Входит в невероятный С ними контакт Вот я под этим Подразумеваю Быть своим В этих обстоятельствах Вот вы себя сами Как оцените Вы чувствуете себя своим Вот вы в итоге Ответили на мой Контр-вопрос Спасибо Теперь мне проще Ответить на ваш Так бы сразу Время бы скану Видите Я вам помню Спасибо И да и нет Я знаю об одном упреке В мой адрес Который был сформулирован Одним знакомым мне журналистом О том, что я Неорганичен В подобных условиях Провинциальной жизни Потому что этот журналист Видел меня в Петербурге В черном длинном пальто Которое я ношу Замотан в какой-то большой шарф И прочее Но вот вы знаете Дело в том, что я Родился в провинции В очень простой семье И прожил в провинции Не до университета даже А прожил Непозволительно долго По некоторым меркам Я прожил там 23 года То есть я полностью Сформировался Наверное как В первичном смысле Я полностью сформировался точно И я Выглядел все это время В провинции Точно так же Неорганично Неестественно Хотя у меня Собственно говоря Не было другой среды У меня не было фундамента Для этого отличия И не было как бы Аргументов Понимаете, что я говорю? То есть в принципе Я чувствовал себя Очень странно И я чувствовал себя странным И чужим в провинции И в регионе Давайте не будем Это тоже словом Заупотреблять И наверное Мы вот с Александром И с Павлом Сошлись на этом Ощущении того Что мы здесь Нам здесь не рады Когда мы набрались Внутренних сил Мы переехали в Петербург И вот примерно Через полгода Как мы переехали в Петербург У меня изменилось отношение К родному дому У меня изменилось отношение К регионам страны К малым городам И с этого момента У меня мысль Об этих местах Все более навязчиво беспокоит От градуса этого Холодного отторжения Как вражеской среды Я все теплее Болезненно теплее К этому отношусь Не знаю Может быть это какой-то Ненормальный психологический процесс Тоже Может просто вы На самом деле Петербургский человек Может вы попали Как раз в те Декорации Которые стали Абсолютно вашими Нашли свое В этом смысле место Так и мне не скомфортно В Петербурге На самом деле Мне жутко дискомфортно В этом городе И климатически Меня много Много смущает В Петербурге Как любого Петербуржца Собственно Вот даже разговор В Петербурге Меня бесит Принципиально не буду О этом говорить Правда В общем я Почему-то Для меня стало важным Думать О малых городах России Блин Как звучит Жестко Жестко А почему жестко Ну это звучит Как будто бы Я реально Сижу и думаю Про малые города России Редакция Газеты Онеги Здравствуйте Добрый день Я зовут Маргарита Меня Ксения Очень приятно Очень приятно Знакомьтесь Очень рада Добрый день Я знакома с творчеством Вашей группы Когда я только узнала Что вы приедете Я была достаточно сильно Шокирована Потому что к нам В Онегу Такой маленький Городочек И очень-очень рада В газете Онега уже Больше ста лет Мы находимся В историческом здании Одном из тоже Самых старинных В Онеге Собственно Вот в фотографиях Видно Нашу историю Как у нас Менялись коллективы Менялись названия Была у нас И советская Онега И онежский ударник Сейчас просто Онега Мы являемся Районной газетой Тема О чем пишет Ваша газета Есть и краеведческие Материалы Которые касаются Непосредственной Истории Онеги Мы активно Сотрудничаем С краеведческими Сообществами Есть спортивные Материалы То есть вот допустим Та же лыжня Россия Какие-то афиши Девятиэтажки У нас вскоре появятся И вот тоже В этом выпуске У нас есть материал Об этом Для Онеги Девятиэтажки Это серьезно У вас строят Девятиэтажку Это событие Да-да-да Так что В следующем году Это будет элитное жилье Или По программе Переселения Из аварийного жилья То есть возможно Ваша редакция Переселится в Девятиэтажку Нет Наша редакция Не переселится В Девятиэтажку Это здание Историческая И культурная ценность И чтобы Заниматься Ее восстановлением Ремонтом Требуется Очень большое Количество средств У маленького Издательского дома Их к сожалению Просто нет Бюджет сокращается Тираж Подписка Падает Будет концерт Шорт Парис Группа А можете вспомнить Как журналисты Какой был последний Вот у вас Большой концерт Вот кто приезжал Из музыкантов Буквально На прошлой неделе Можно сказать Но это конечно Совсем другой стиль музыки Ну не важно Северный народный Русский хор Приезжал 10 февраля Они буквально Вот большие Гастроли Начинаются С Архангельской области Причем программу Они насколько нам известно Протестили Можно так сказать В Кремле Впереди конечно Мы должны показать Эту программу Первого отделения В Северодвинске В Архангельске А потом и в районах Архангельской области А вот писатель Который пишет Здрасте 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 Я такой писатель Я начинающий Который иногда пишет статьи В нашу газету А также работает редактором По сайту И по группе ВКонтакте По социальным сетям в целом Вместе с прекрасным Сергеем Вы пишете Вы пишете В основном Я пишу так Это проба пера моя Самая первая моя публикация была Про поэта Он сам с Архангельска За этой статьей А про которую писала поэт Он купил сразу 50 эксцентляров газеты Это было что-то вау Сегодня поездка в Онегу Это в каком-то смысле провокация Конечно На что? На Чтобы мы все Что-то новое поняли Провокация для людей Которые придут на концерт Потому что мы создались Совершенно нетипичную для них ситуацию Я просто боюсь немножко в сторону уйти Одним из методов С которыми мы работаем С которыми я работаю В частности Чтобы про всех не говорить Является метод лиминальности Я думаю, что вы как супруга театрального деятеля знакомы Возможно, Константин тоже вдохновлялся этими подходами Это театральная эстетика 60-х годов Прошлого века Возникла она в Штатах Потом распространялась в Европе В России и так далее Когда Художники Режиссеры Поняли, что зритель всегда пассивно воспринимает информацию В театре Думая, что это иллюзия Между Но Я извиняюсь за банальности Это может быть тоже общеизвестные вещи Актеры и театралы стали по-разному Форсировать границы Они стали спускаться в зал Касаться Можно? Можно Пальцем зрителя Не спрашивая, можно его или не можно Кашлять на него Чихать Выбегать в зал И прочее То есть каким-то образом Ломать привычный канон И что происходит дальше Или, например, выходят актеры Три сестры Чеховские играются И актеры не произносят слова И вот сидит зритель И он Первые минуты Допустим Я сейчас тоже карикатурно рассказываю Все сложнее происходит У каждого индивидуально Ну допустим Вот такой идеальный вариант Идеальный вариант зрителя Который сначала бесится Типа, что происходит Где мой текст, который я знаю досконально Я хочу Где мой катарсис Я вот пришел уже Я хочу Через полтора часа Мне нужны катарсисы Потом я побегу там Дальше ужинать И вот он Его сознание блуждает Ищет Такие свободные ассоциации И вдруг он замечает Что свет интересный Потому что он потерял опору В сценарии В сюжете В либреттном Он потерял опору И он думает Так, интересный свет Вот он падает Интересный ему на лицо А это получается А у этого может какой-то есть смысл А почему у него такой интересный Отбрик свет А почему у него такая поза То есть его сознание У нас сознание так устроено Нам нужен фундамент Да, мы должны все понимать И сознание ищет фундамент На что опереться Текст забрали На что я обопрусь Я обопрусь И он начинает у себя в голове Сам генерировать смысл То есть создавать что-то новое Это вот называется Метод лиминальности Не я его придумал Как бы не претендую Но вот мы В своей работе Часто пытались на него опираться Буквально Вот я так же иногда касаюсь зрителей Ну не то чтобы я прям По инструкции действую Сначала я это стал делать Потом я, кстати, узнал об этом И вот в данном случае Мы Подобным образом Программируем Удивление зрителя И через это удивление Приход к каким-то новым смыслам Короче, мы приедем Мы будем петь музыку Которую, возможно, эти люди Если упрощенно Не слушали Такой музыки Такого стиля Они музыки Никогда не слышали Для них возможно Стоит удивительно Вообще А это музыка И им покажут Что это какой-то мусор Возможно И в этом есть провокация Которую мы используем Завтра Все будут продираться К смыслу Уж это мы вам гарантируем Хорошо, заканчивая тему провокации Пусси Райт Вам нравится? Нет Их провокации вам не нравятся? Максимально не близка Просто максимально И меня бесит А что не так? Вот скажите Когда мы едем в Европу В Евросоюз В западные страны С концертами И пресса западная Разговаривая с нами Пытается увидеть в нас Нечто похожее на Пусси Райт Нас всех Это очень сильно задевает Вам не нравится именно Сравнение с Пусси Райт Или вам не нравится Пусси Райт? Мне не нравится метод их работы А что? Поясните Что не нравится? Опиши Те Те прилетело в меня Последнее Не, я бы уже давно на «ты» Но я себя держу Можно было бы В конце передачи Опиши А потом мы прощаемся Те Долго летело Пусси Райт занимается Политическим искусством Хотя я Читал целые монографии О том, что такое Политическое искусство Мне кажется, что По большому счету Политического искусства Не существует Потому что Эта политика Стоящая впереди Слово «искусство» Она как бы Пожирает слово Первое слово Съело корову Как я там Ну короче Первое слово В данном случае Съело второе Остается только политика Мне кажется Короче, ладно Я скажу прямо и просто Они Их творчество Похоже на Политическую агитацию С другой стороны Которая Упрощает смыслы И Не может привести На мой взгляд К Если оно и приведет К каким-то положительным изменениям То По пути Будет наделано Очень много боли Такой случайный Ненужный Ну я так понимаю К Павленскому Вы наверное Так же примерно Относитесь Ну как бы Мне эстетически Он ближе То что он делает Я нормально отношусь К акционизму Совершенно нормально И К К К К Многим Представителям Русского акционизма Я отношусь С большой Симпатией И в том числе К многим друзьям Знакомым Ребята Спустера Я скорее вот к тому, что сейчас они делают больше как. Ты тут коллективно издеваешься над портретом Путина на каждом концерте. Что такое они делают сейчас в Европе. Нет, это все вообще, мне кажется. Но честно могу сказать, вот, например... Я не вижу в этом смысла просто. Нет, мне это все уже не про провокацию. Это как раз уже про конвенциональность. Сейчас выйти с портретом Путина в Европе не является провокацией. Ты просто присягаешь либеральным ценностям. То есть наоборот, сейчас выйти там условно сказать, что я обожаю Путина в Европе, вот это на сегодня является некой ultimate провокацией. Я с вами абсолютно согласен, Ксения. Понимаете, да? Видите, другая мелодия, линия другая. Но с вами тут не тягаться. А что с вами? А нам не нужно тягаться, мы с вами партнеры. Мы за одну команду играем. Кто там, матушка, жива. Коник матушке в гости Ах, как матушка умрет. Спасибо. Я думаю, что мы скинем вам демку, а вы под меня там в этой демке попоете. Только что, мне кажется, у меня не получается. Вы вообще замечательно поете, вы все очаровательные, вы прекрасно выглядите. Так, снимайте с меня эту штуку. Это не я, к сожалению, не буду делать. А то я уйду с ней домой. Да, спасибо. Ну, кого любите, кого привести вам еще? Это же у нас так, пробы пера. Любая слушать. Ну, вот мне бы Дмитрий Певцов бы, конечно, быть. Вам Дмитрий Певцов нравится? Да. Особенность его песни, когда он исполняет Висоцкого песни «Коня приуретная». А Пугачева любит кто-то песни? Раньше любили, теперь нет. В первости, когда детьми были. Тогда было интересно. Нет, ну, мы до сих пор, может, и любим. Но сейчас, в связи с такой, что это очень, не знаем. Да, она покинула. Да, в Венке, и теперь. Ну, Аллегрову везите к нам. Забыли уже ее? Да. Давайте поговорим про язык. Я понимаю, что для вас это важно. То, каким языком вы разговариваете с публикой. Вот сколько вы, например, ну, примерно пишите песню? Вы про тексты? Угу. Ну, вот скуку сколько вы, например. Скуку я написал очень быстро. Ну, сзади. Чувствуете, да? Куда я подхожу? Неумолимая поступь расплаты, я чувствую. Сколько? То есть это быстро было написано? Эта песня была записана. Обычно я пишу песни долго. Эта песня была за день написана. Одна из тех песен, что были написаны быстро. Я могу спросить про строчку из этого текста? Ну, я вам, скорее всего, не отвечу, но вы можете попробовать. Сентябрь пахнет спермой. К чему и про что? Это, типа, следующий вопрос, да? А в чем проблема говорить о сексе? Не проблема говорить о сексе вообще? Ну, вы понимаете, что для многих, там, я же видела девушек у вас на концерте, на осеннем, которые на вас смотрят как на бог. То есть вы как-то с этой вашей стороной личности, вы ее эксплуатируете специально? Вы с ней играете? То есть какие там отношения? Сколько условно секса в вашей музыке? Хорошо, я понял. Я немножко уведу в другую сторону, в ту, которая мне интереснее, кажется, важнее поговорить. Но это отчасти... Что может быть важнее, чем разговор, сколько секса в вашей музыке? Николай. Много секса в музыке, если честно. Внутри группы Short Paris, внутри меня есть вот это вот, есть это противоречие. С одной стороны, вот помните стейтмент, который я сказал о том, что вот меня бесит эта история про рок-героя, про фронтмена, который там выделяется из всей остальной группы, про создание культа вокруг рок-музыкантов или поп-музыкантов и так далее. И часть наших действий направлена на то, чтобы не допустить подобного факта Short Paris. В то же время я прекрасно понимаю, что мы часто в группе занимаемся... У нас даже, наверное, есть сексуализация какая-то нашей пластики. Она не всегда сознательна. Вот это меня немножечко искупляет, может быть. Ну то есть я рефиксировал этот момент, я понимал, что, блин, типа, здесь ты просто играешь на мужской сексуальности. Там, в клипе или в чем-то еще. На сцене реже. На сцене, мне кажется, не про секс больше. Больше в фотосессиях и в клипах. Я просто... Ну то есть как я для себя отвечал. Я каждый раз для себя находил оправдание, что это целесообразная задача в данный момент. Вот я могу привести... Привести пример. Песня так закалялась в стали, клип так закалялась в стали. Это не про сексуальное, это про красивое и декоративное. Есть такая известная статья, авангард и китч. Возможно, вы ее читали. Так вот там американский искусствовед Климен Гринберг говорит о том, что... Это спорная мысль. Спорная. Я как пример приведу. Он говорит, что русский крестьянин или русский гражданин Российской империи начала века прошлого, он не любил авангард. Он бы не понял Кандинского, Малевича. Ему непонятно. Он любил Репина. Вот приходили там мещане, купцы, крестьяне. Если им удавалось видеть эти картины в репродукциях, где угодно там. Они, на взгляд Климента Гринберга, они останавливались возле этих картин. Типа это классно. И на самом-то деле эта мысль спорная, ее нельзя как бы брать как аксиому. Потому что есть другой пример, когда там рабочие смотрели на Филонова и говорили, блин, то есть их послали, чтобы они написали донос, что это за фигня. Это не пролетарское искусство, а они говорили, это крутое искусство, это классно, оставьте в Русском музее. Там выставка была. Или, может быть, ошибаюсь, может быть, не в Русском музее. Но, по-моему, в 20-е годы в Русском музее. Так, в общем, как строилась моя мысль, в частности. Вот мы берем клип с каким-то, на мой взгляд, мне это казалось, подрывным содержанием. Про насилие. Провокационный клип, который может оскорбить военных, может оскорбить жён военных, их семьи. Мне так казалось. Но мне казалось, что это может случиться, мне этого не хотелось. Но общий месседж клипа – пацифистский. И как я думал это все оформить? Я возьму, поскольку я его режиссировал, я говорю сейчас о себе, а не о группе, максимально сложной для восприятия сцены, но заверну их в красивую эстетскую картинку. Такую прям клипмейкеровскую, прям вот такой дорогой продакшен, камера летает. Мне казалось, что эта упаковка позволит как бы завернуть сложные смыслы в более доступную форму для того, чтобы она была легче воспринята. В итоге эта рафинированная картинка полностью как бы, то есть вот это эстетство картинки, на мой взгляд, полностью как бы подавило революционность идеи. Подавило идею. То есть это просто стал как бы красиво стилизованный клип. И не сработало. Он в принципе, он не очень зашёл, его не очень поняли. И ещё я сейчас сам смотрю, он не работает. Его нужно было снимать брутальнее, может быть камера должна была быть живой целиком, мне нужно было так вылизывать свет. Нет, с такой темой так не работает. Но мне хотелось как раз взять авангард и засунуть в Репина. Как будто бы эта картина Репина, но там на самом деле смысл Малевича или смысл Филонова. Да, получилась просто херня непонятная. Как бы, ну так часто всё происходит. И именно для этих целей иногда, я к чему я возвращаюсь к вашему вопросу, чтобы я не просто решил поговорить. Именно для этих целей, я надеюсь, я иногда использую сексуальность наших музыкантов. Мы их используем, там, иметь сам, иметь, ну, именно для этого иногда мы выстраиваем наши образы, подчёркивая их сексуальный аспект. Ну, наверное, это манипуляция тоже, я сейчас думаю, в каком смысле. Ну да, что плохого? Вика узнает вообще. Ну, это нормально для рок-артиста, для человека, который на сцене, в том числе использовать... Вам кажется, это нормально? Ну, мне кажется, да. Если мы говорим про бизнес, наверное, это нормально, это хорошая стратегия, это хорошо продаётся. Но, на наш взгляд, стыдно играть на том, что хорошо продаётся. Но мои лапки в грязи, как видите. Как вы думаете, вот завтра здесь будет много женщин возрастных, скажем так? Уже понятно, мы поговорили с некоторыми певицами... Я думаю, что я завтра приду отличную ночь здесь. Да. Как вы думаете, как они воспримут секс в ваших танках? Вот я только что ответил на ваш вопрос. Окей, это тоже ответ, хорошо. Это сознательное такое желание именно рок-певца, и человек, который выстраивает и явно очень следит за своим образом, вообще никак не говорить о личной жизни и быть таким вот всегда одиноким, гордым на сцене? Или это просто нежелание... Вы хотите, чтобы я вытащил своего партнёра на сцену, и мы пели вместе, там, типа, или как? Но сцена предполагает одиночество, Ксения. Мы в группе Шорт Парис считаем, что музыканты должны создавать продукцию музыкальную. Создавать смыслы, тексты, клипы. То есть какой-то художественный продукт. На этом наши обязанности заканчиваются. Вы переживаете, как вы будете выступать перед людьми из, скажем так, немножко всё-таки другого поколения. Прогноз по поводу концерта. Какая будет, на ваш взгляд, завтра реакция? А мы увидим её и потом обсудим. Я думаю, слэш, я надеюсь, что несмотря на то, что форма подачи материала, некоторые элементы аранжировки оттолкнут слушателей, в конечном общем итоге им понравится действие, и мы с большей частью зала поймём друг друга. Люди, которые на сидячие места, больше билетов нет. Но их там ещё очень много. Очень много. Половина людей всё-таки, я думаю, что уйдут, потому что, как бы, ну, может, не любители такой музыки, особенно пожилое поколение, всё равно всё-таки уйдёт. Самый некомфортный концерт в твоей жизни, вот, в вашей группе? Для меня вообще проблема открыться, открыться залу. Поэтому почти каждый зал для меня ужасно дискомфортный. И я даже не знаю, что лучше, закрытый зал от нас или открытый. Потому что, когда он закрыт, я чувствую, что ребята расстраиваются некоторые. Ну, потому что для некоторых из нас очень важно постоянно взаимодействовать с залом. А если он открытый, то тогда я чувствую себя лишним. Какой прогноз на концерт? Я, во-первых, жутко волнуюсь и переживаю. Вот просто, я бы даже сматерился, насколько я переживаю, но не буду. Потому что, понимаете, в чём проблема? Люди, скорее всего, будут, которые придут на концерт, они-то будут самим собой, то есть они будут открыты, честны, им нечего будет скрывать. И не факт, что нам удастся их поставить в неудобные условия, а мы изначально в неудобных условиях. Ну, вот вы считаете, что мы, когда уступаем, мы в своей среде оказываемся. Я всё-таки считаю, что это не так. Даже в случае с наиболее артистичными членами нашей группы, я чувствую, как они работают над собой во время концерта, они просто кайфуют, получают удовольствие и чувствуют просто комфорт и всё. У меня вот есть ощущение, что у меня очень много моих близких людей уехало, и такое немножко ты потерял круг общения. Да, у нас остались. Я даже больше сказал, что я сблизился с некоторыми людьми на фоне этого больше. Но, к сожалению, с некоторыми отдалился. Но они не уехали, они просто остались. А есть такое, что какие-то близкие по-настоящему люди, которые поддерживают, например, происходящее или имеют какую-то отличную от тебя точку зрения? Ну, я думаю, у каждого из нас есть такие люди, я в этом плане не исключение. И как вот у тебя с этим? Ну, это очень неприятно. Нет, ну, имеется в виду, это для тебя является, фактором закончить общение с человеком. Само по себе только это не является. Но часто этот фактор приводит к другим последствиям, которые уже вынуждают закончить общение. Но я по прошествии времени... По прошествии времени я понимаю, что нужно переступать через себя, работать над собой и возобновлять общение с людьми, с которыми тебе тяжело это делать. Ну, просто иначе, а зачем мы тогда сюда приехали? Что мы пытаемся делать здесь, если ты не можешь это сделать сам? Ну что, всем добрый вечер. Мы очень рады вас сегодня здесь видеть. Мы очень рады быть в вашем замечательном месте, в Онеге. Нам здесь очень-очень нравится. Спасибо за ваше гостеприимство сегодня. Я надеюсь, что вам понравится то, что будет происходить здесь. Хотя, может быть, по-разному. Посмотрим. В любом случае, мы вам очень благодарны за то, что вы пришли сюда прожить этот вечер вместе. С нами и нашими задумками. Ну и сейчас вы готовы прямо встретить их серьезно со всем онежским гостеприимством. Готовы? Группа «Шорт Парис». Встречайте! Группа «Шорт Парис» Группа «Шорт Парис» Расскажи немножко. Как я понимаю, вы очень дружны, судя по тому, как вы все общаетесь, вы много времени вместе проводите, поэтому… Это немножко что-то такое надуманное, потому что я не знаю коллективов музыкальных, которые вот прям дружны, дружны. Всегда, как я говорю, я всегда провожу параллель с отношениями между партнерами, да, и мы в группе тоже партнеры. Всегда есть какие-то проблемы, есть сложности, есть недопонимания. Вопрос не в том, дружны или не дружны, а вопрос в том, как решаются эти конфликты. И мы пока находим способы решать эти конфликты. Для меня это семья, и я, наверное, как и вы, не хотел бы вот так вот просто журналисту в интервью рассказывать какие-то примеры из своей семьи. У нас в семье равноправие, мы все вот, значит, дружно живем, дети у нас самые прекрасные, все равно в любой семье всегда есть внутренний лидер, например. Конечно. Это может не соответствовать внешнему, да, то есть у вас есть фронтмен в виде Николая, а вполне возможно, что, условно, ваш дзюба внутренний – это другой человек, то есть там командир, на котором реально держится мотор и сердце вот как бы некого коллектива. Вот можете рассказать ваше устройство вот этой семьи? То есть кто, например, ваш такой вот внутренний лидер? Николай. Внутри команды? Внутри команды, и снаружи команды тоже. Угу. Но, опять же, есть, если мы говорим про футбол и про капитана команды, капитан – это нечто поставленное сверху тренером. Угу. В нашем случае, как я понимаю, как я чувствую, Николай никем не поставлен сверху. Это внутренний выбор каждого из нас – следовать, слушать, спорить, соглашаться, противиться. Но это не история про капитанство, потому что вот Николай, и поэтому мы его слушаем. Это выбор каждого из нас. У вас, с точки зрения бизнеса, если говорить про шорт-париз как про бизнес, как вы это контролируете? Я знаю, что у вас у всех равные доли, уже об этом сегодня было сказано. Но вот помимо этого, как вы контролируете именно то, что называется бизнес-частью? Ну, тут все строится на доверии как раз-таки. Это старые кореша, я не знаю, или как. Ну, вот само слово шорт-париз, например, оно кому принадлежит? Права общие у вас или права только у Николая? Само слово шорт-париз, вот, видимо, все-таки вы провели подготовку или угадали. Да, действительно, мы зарегистрировали товарный знак шорт-париз, он принадлежит мне. Я не угадала, у нас факт-чекинг работает. Здорово. Так. А почему именно вам? Ну, потому что я ответственный. Сам. Ну, как вот рождалось это решение? Почему вот вы сели, почему вы решили, что не Коля получит, не Паша? Коля как раз отвечал сегодня или вчера про роли в группе и что, ну, это нормально, что у каждого человека есть какие-то возможности, точнее, способности. И, конечно же, в нашем коллективе у четырех человек есть различные способности, достоинства и недостатки. И вот мы с Пашей как раз-таки не только я отвечаем за вот эти вот юридические вопросы как самые ответственные. Мы тоже можем опаздывать, быть непунктуальными, но в меньшей степени, чем Коля и Данила. Поэтому они доверяют нам, а мы сами себе. А это сложное было решение регистрировать именно на вас? Были споры или было голосование? Вот как это у вас происходит? Нет, нет, все так дежурные. То есть какие-то творческие или другие вопросы, вы, наверное, спросите, какие, я сейчас, наверное, сразу не вспомню. Какие-то другие вопросы, но все-таки касающиеся творчества, обычно называют куда более оживленные дискуссии и недопонимания, чем нежели вот это. Это просто техническая вещь, на самом деле. А до этого на ком было или не на ком вообще? Не на ком не было. Еще одна важная тема – это долголетие. Ну вот есть, например, пример Шнурова. Да. Огромная народная любовь. Да, да, да. Абсолютно. Но если он не равен Пугачеву был на какой-то момент, ну где-то рядом… То есть я точно знала, что «Маек» со Шнуровым продавали примерно столько же, сколько с Высоцким в Питере у Московского вокзала. В какой-то момент по каким-то причинам он решил, что он вообще будет теперь делать вот эти простые клипы, найдет себе другую солистку и уйдет вот в такие вот, ну, малые формы, назовем это так, в творчестве. Очевидно, что то, что по сравнению с тем, что было в группе «Ленинград», это совсем другое. Я постеснялась это сказать, но да. Я думаю, что все-таки есть шанс стать большим артистом и не сильно растерять себя. Но я об этом могу только… Что это должно быть? Что это за качество должно быть внутри артиста, чтобы не растерять себя, как Вы говорите? Ну тебя должно по-прежнему упереть. Что вообще требуется художника, о чем предъявлять? Это совершенно естественно. Мы все лажаем, мы все зашквариваемся в той или иной степени, в разных профессиях. Это естественно. Мне кажется, это творческий поиск его. Просто не очень удачный пример. К сожалению. То есть мы все как бы избалованы такой прогрессистской шкалой, что вот мы стартуем вот так, и потом наша жизнь развивается вот так. Это огромный фейк, из-за которого страдают миллиарды людей вокруг, которые себя не соотносят, они видят, что они вот так ломаются, потом идут так и так далее. Мы как бы… Мы же не можем отрефлексировать себя и наше какое-то, может быть, старение. Да? То есть вполне возможно, что Шорт Парис тоже ждет такое же, что в какой-то момент станешь неадекватным времени, потеряете страсть. Да, вполне конечно возможно. Значит станешь просто и все. Ну мне кажется, что Шнуров рефлексирует, на самом деле. Ну вот он продолжает делать, это его выбор. А в чем конец пути группы Шорт Парис? Ну если по-простому и коротко отвечать. Саша сказал, когда перестанет переть, или когда захочет, чтоб перла по-другому, в другом виде деятельности, например. Конец Шорт Парис – это когда я решу пряники какие-нибудь продавать под этой маркой, потому что она мне принадлежит, а не чтобы группа была и все. Это отличный ответ. Бойтесь, друзья. Итак, пряники Шорт Парис сразу после рекламной паузы. Спасибо. Я думаю, что каждому из нас параллельно тесно быть только частью Шорт Парис. И у каждого из нас есть желание показать свою отдельную личность. Данила поэтому пошел, дал интервью новой газете. Слава Богу. Каждый другой музыкант каким-то образом также реализуется и наверное получит свое предложение, свой вариант реализации. Совершенно верно предположение, что на почве разграничения каких-то личных зон у нас в группе есть конфликты. И вообще это потрясающая тема. Короче, вот я человек склонный к авторитаризму. Я могу вам сказать честно. То есть в каком смысле? Я total freak. Мне нужно контролировать все. Каждый клип, который мы снимаем от раскадровки до последних титров контролирую, к сожалению, я. Там одежда, которая одета на каждом человеке. Для меня это супер важно. Но пацаны постоянно дают мне по морде. Постоянно дают мне по морде. Они говорят, вот здесь ты пришел, мои границы. Вот здесь я говорю, давайте пять раз в неделю репетировать. Давайте по пять часов. Давайте по шесть. Что чаще всего это? Все по очереди. И так как для меня группа Шотт Парис это... Вот каждый. Да это правда. Реально каждый. А бывает, что троем на меня просто бузят на репетиции. Я стою и оправдываюсь от троих одновременно. Потому что я что-то требую. Они говорят, типа, ты не хуел? Это твое вообще дело. И я вот дальше понимаю. Так как это для меня очень важные люди и для меня проект Шотт Парис первостепеннее, чем мои амбиции какие-то там лидерские или какие-то еще. И я просто беру и от себя как бы... Ну я иду на компромисс. Окей, хорошо. Вам важен отпуск? Давайте мы сейчас отменим эти планы, не будем делать проект. Отдохнем. Окей, хорошо. Вы считаете, что это неправильная мысль? Давайте переделаем. Это пример такой здоровой демократии, когда даже человек... То есть как бы меня общество мое, да, мои друзья воспитывают. И я становлюсь лучше. И если бы наше государство могло функционировать так же... То есть это пример как бы нормальной демократии. Когда тебя как бы само гражданское общество принуждает отказываться и делегировать свои обязанности. И так как для меня они важнее, а у них есть право там... У нас полное финансовое равноправие. Мы принимаем все вопросы... Мы все делите на четверых. Мы все делим поровну на четверых. У нас... Мы принимаем все принципиальные вопросы вместе. У каждого есть право вето. И эти штуки... То есть мне периодически лично хочется из этого вырваться и что-то как бы самому начать решать так быстрее, потому что ты не отвлекаешься временно дискуссию, что еще. Но меня каждый раз одергивают. И, по-моему, это хорошо влияет на меня как на человека и на группу как на организм в целом. Хотя перегибы случаются у каждого из нас, естественно. У нас просто ценности кое в чем совпадают, а кое в чем не совпадают совершенно. А в чем не совпадают? Данила, вы первый только скажите. Давайте я скажу. Я веду открытую публичную жизнь. Мне нравится. Я кайфу от этого. У Николая другое отношение к этому. Я фотографируюсь иногда с людьми. Ну, в большей части времени. Николай этого не делает. И мы даже спорили и сидели, я помню, в этом китайском каком-то ресторане очень долго на тему автографов. Закорючка ли это, спекуляция ли это и так далее. Когда ко мне подходят люди, можно автограф и говорить, давай я тебя обниму или руку возьму. Вот это будет равноправное человеческое общение. Мы с тобой как бы, вот эти две руки, они две равны. А когда ты пишешь, когда я пишу у тебя, я возвышаюсь от тобой, а ты превращаешь меня в фетиш. Прикинь, это стрёмно. Он говорит, давай я с тобой сфотос. Я говорю, Кешт, я не знаю, я буду стоять с чужим человеком и делать вид, что мне с тобой круто. А я к тебе ничего не чувствую. То есть я пытаюсь вывести наши отношения вправдивость. Он такой, о, реально. То есть тебе, наверное, не прикольно фотос. Я-то тебя знаю. Он мне говорит, ну так давай пообщаемся, может быть, сейчас. И в конце, если у нас будет контакт, может, сфотаемся? Скорее всего, нет. В итоге мы просто болтаем на разные темы, расходимся. Мы трогаем друг друга, общаемся. А он говорит, а почему взять фотку? Я говорю, ну смотри, получается, я как Спасская башня, или Камень Тефельва башня. Ты превращаешь меня в товар и себя в товар. Просто чик-чик фокаешь. Ты, на самом деле, не внимателен ни ко мне, ни к себе. И мы друг друга потребляем. А так мы зато пообщались с тобой на разные темы. О, да. То есть если человек вменяемый, я прошу прощения, наверное, все вменяемые, не могу оценивать, то мы с ним просто нормально общаемся. Если какой-то пьяный мужик, мы начинаем с ним толкаться или что-то еще делать. Он не согласен со мной, его я задеваю. Типа того. Ну а если он говорит, а слушай, у меня дочка сейчас, она болеет, не смогла прийти на твой концерт, но она тебя так любит, хочет автограф. Я очень извиняюсь обычно в таких случаях. Подчеркиваю, что я не хочу ни в коем случае выразить неуважение к нему и к его дочери. Дай бог ей здоровья. Я так не могу сделать для меня эмоционально дискомфортно. Я буду готов даже прийти к ней в больницу или пусть она вызовет. Мы ее как гости бесплатно пишем в гримерку, на концерт и так далее. Но не в этой форме я буду чувствовать себя глупо. Вы меня спрашивали, какие стихи мне у Оксимирона нравились. Я хотела зачитать, мне бы дико декомфортно. Выпуск скучный. Ксения, явно выпуск скучный. Я прям вижу, как люди переключают. Вот, например, то, что мне нравится с точки зрения именно поэзии. Все всегда начинается с малого, с мертвых семян, прорастающих заново. Басенкой на другой лад пересказанной горсткую фраз из цыганского табора, узкой вязью опасная заповедь, через века проступает как знакопись. Ящерицей вылупляется знание, знахарем загодя варится снадобье. Задевая белье на веревках плечом, по расплавленной каменной улице южного города кто-то стремглав пронесет босиком безымянную рукопись. Сквозь казенную краску над фикусом рядом с иконой появится фреска. Настолько же бескомпромиссно прекрасная, сколько безнравственная и гротескная. Те, кто в серости выросли, яркими снами таинственным вирусом мечены с юности. Эти родимые пятна этнической чисткой не вывести, небо плиткой не вымастить, всех светлой палитрой не выкрасить. Ереси не вымести, как не старайтесь, и накость не выкосить, накося выкуси. Нас преследуют сотни разведок, нас исследуют толпы экспертов, мы исчезнуть способны бесследно, мелькнув в подворотне плащом напоследок. Вот это первый куплет организации. Вот мне кажется, здесь нету каких-то суперсложных метафор, которые как раз часто, действительно, я согласна, эксперты говорят, что вы там ребус разгладываете. Но с точки зрения именно современной поэзии, это крутой, на мой вкус, текст. Вам как? Мне сложно было воспринять его на слух. Говоря об творчестве Ксимирона, я могу сказать, что мне стилистически и эстетически не близок его флоу и биты, которые он использует. То есть то, как эстетически подается текст, для меня закрывает его содержание. На мой взгляд, биты какие-то немножечко архаичные и недостаточно изобретательные. То есть это в целом аранжировка, на мой взгляд. А поэзия? Для меня эта персона Ксимирона заключается в очень сильной харизме человека. То есть определенные интеллектуальные свойства, харизма — это его сильное качество, поток которой заставляет всех остальных любить его треки, прежде всего. Его поэзию нужно как-то внимательно читать, анализировать. Вы сейчас прочитали какое-то нормальное, крепко сделанное стихотворение, какие-то красивые образы, насколько они стройные надо читать. Кто, блин, я такой? Мои стихи хуже в любом случае. Человек занимается, он пишет тексты, у него явно нормально. Но то, что я прочитала, вам так вот на слух зашло. Это прозвучало нормально. Мне показалось, что там какое-то морализаторство есть немножечко слишком откровенное. Но, может быть, мне это показалось. То есть нужно перечитать, что он имел в виду. Есть ли там диалектика смыслов какая-то, противоречия внутренние. Для меня, для ребят с группами, мне кажется, это важно, чтобы знак мерцал значениями, а не сначала одну конкретную, типа черное или белое. Вот. Но образы нормальные, да, там какая-то мысль, вот она там выцветает постепенно. Надо читать, надо разбирать. Но не мне, наверное. Ну да, это я просто... Танцевать бедрами сексуально крутить на сцене и все. Это у нас еще впереди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Хочу сказать, что сегодня это не просто концерт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень важно, и, собственно, в этом и задумка нашего вечера, чтобы это был диалог с нами. Мы знаем, что несколько человек уже покинуло за никого. Не так много, но такие люди тоже были. Я сейчас попрошу... Здесь будет девушка, которая будет подходить к вам. Хочется увидеть ваши вопросы, вашу поднятую руку. Она сразу подойдет, у нас микрофон. И у нас будет возможность что-то спросить или просто поделиться своим ощущением. Готовы? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Классно. Вот у нас первая рука. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Меня зовут Александр, я вместе житель. И у меня за спиной немое ощущение и подвешенный вопрос к столисту. Как вас зовут? Николай, не ваша. Николай, да? Николай, у вас за спиной немое вопросы как мне зовут? Нет, вопрос сейчас я озвучу. И звучит он так, почему вы, и я прочитаю к столисту, двигаетесь, голос у вас такой девичный. Несмотря на свою фрутальность, да, вы выглядите, вы фрутально, но двигаетесь, танцуете и поете только как девочка. Вот такой вопрос, и я бы вам рекомендовал добавить человека мужского в вашу вопрос. Попробуем. Александр, я пою как девчонка, потому что мать подарила ему такой голос. Я хотел бы чуть-чуть немножко серьезно ответить, в двух словах. Для нашей группы это когда-то был сознательный шаг. Несмотря на то, что трое из нас выросли в довольно жестком городе, в провинции, в городе Новокузнецк. И наша юность была уличная юность. Несмотря на то, что я занимаюсь боксом и очень люблю поставить спарринги, мы считаем, что мужчина может выглядеть по-разному, и его голос может звучать по-разному. Поэтому, если он в своей сути остается мужчиной, то он имеет право на все. И это лишь украшает его. Таково было наше мнение, и мы хотели показать и спросить, у вас работает ли это на вас, или это только отталкивает как вот Александра, например. Это тоже интересный вопрос. Мы бы назвали это жизнью, с которой мы соприкасаемся, которую мы изучаем, и которую мы хотим с помощью вас, с помощью нас предъявить зрителю, чтобы что-то понять, осознать. У этой жизни разные формы, у этой жизни есть, ну, прежде всего, человек. В центре нашего исследования, если мы можем использовать слово, стоит человек, интерес к нему и потребность диалога с ним. Нас интересовал контекст, где, возможно, наша группа прозвучала бы неуместно и странно. Там бы, где мы нашли, может быть, более интересных собеседников для диалога, для того, о чем мы хотели бы поговорить. А как у вас день простроен? Вот, что вы делаете в течение дня? Особенно, когда ты распутится и людей нет. Как кратаете время? Колол в руки и пошел с пылу. Работа? Да. Сам на лето, сам на сезон дрова заготавливаешь. И на бане сам, и на прачке, и на домике сам, половина домиков. На печках сам, печное отопление, а половина сам электричество. А вечерами как отдыхаете? Ящик телевизора. Телевизор? Смотрю. Какой канал любимый? Принты в этом больше самые новостей говорят. У меня здесь с самого детства. С рождения. Дед у меня здесь на острове сгорел тоже самое. Дед сгорел? Да, примерно. Никакой жадости нет. Все обыденно. Уже так все приелось. Приелось? То есть вам здесь... Вы хотели бы ехать сюда? Так уже пора. Сколько можно сам безвылазно. А что вас здесь держит? Зарплата пока держит. Здесь поживешь сам. Потом, когда сам два с половиной месяца в город приезжаешь, ты уже порой сюда и все. Может не знаешь, как дорогу перейти. Нет, некоторым-то нравится. Некоторые там очищаются так. Что в людях смысла нет. Не знаю ни одного такого самого, который так очистился. Сколько было монахов. Они в город бегали и ездили. Что-то вот собирались наши эти попы да монахи здесь зимой жить сам. Там это песни петь в лужи. Что-то они передумали. И не тянет их. Хотя у них тут намоленное место и церкви это самое. А где хотели бы побывать? Что жалеете, что не увидели? Я ничего не жалею. Туда же в Белое море самое. Что-то новое интересное узнать. В море само? Да. То есть туда еще севернее. Так вы говорили, цивилизацию тянет. Может вы там хотели бы в Москве побывать? Да Москва цивилизацию не тянет. Там больно, грязно. Но мне за границей не тянет никогда. Никуда не тянуло? Нет. Там одной грязи только. Я говорю, только одной грязи. А грязи в каком смысле? Блячки, заразы всякие. Это орла называется Беркут. Беркут. Повечил мой напарничек Олег Дьяков, который сейчас служит на Украине. Добровольцем стартанул. Раньше тут 5 лет назад работали вместе с ним. Как думаете, почему он сам пошел? Желание? У него желание было. Он служил, службу прошел срочную, саму сверхсрочную, как сказать. Ну, два года сам прошел. В Чечне в разведке был. И как выпьет, у него была одна ностальгия и оттянуло туда все. Ностальгия? Да. До слез. А разве война может вызывать ностальгию? Да. Кому-то и война, а кому-то она и мать родна. Давно можно было бы ее уже закончить. Вооружения хватает, хватает. И нечего жалеть их. Они жалеют тех же там, Украину и все остальное, мирное население. А это же мирное население идет воевать против нас. До Киева если дойдут, наши не дойдут. А то уже кричат самые мирные переговоры. А если мирные переговоры пойдут, они это на ноль спустят всю. Только до границ дойдут. А эти засранцы самые, они один черт будут пострелять. Как они и в 50-е годы самые эти были, так и сейчас и останутся. Если сейчас не добьют, сам до польской границы и все. Чистку не проведут. А когда вы ездили в Украину в зрелости, у вас какие были впечатления от поездки АТО? Ну ты знаешь самое. Жарко, сушь. Кругом зайдешь на поле, а подсолнухи. Красиво же. Ну самый вкусный был там у них, самогон. На поле зайдешь, арбуз выберешь. Этот можно, можно, бери любой. Я в феврале пошел на антивоенный митинг и был там задержан. И я сидел в автобусе. Это был не типичный автобус, который задерживает митингующих. Это был такой большой, не карус, как называется. Какой-то современный большой автобус. Видимо, не хватало уже транспортных средств. Какие-то забирали у кого-то еще. И вот мы сидели, нас там было человек 50 задержанных. Там сели разные люди. Рядом со мной сидел преподаватель из, по-моему, то ли из Европейского университета, то ли из факультета свободных искусств Смольна, который из БГУ. Там был парень, как я узнал, был оператором, кинорежиссер. Там разные студенты молодые. Разные ребята сидели. И вот мы все моментально за одну минуту потеряли свои социальные статусы все. Потому что мы были люди, мы были как бы развенчаны вне люди. Мы не имели права что-то говорить. Мы не имели права пользоваться телефонами. Мы не имели права даже обращаться к представителям власти. Там полицейским, ОМОНовцам. Мы как бы стали, мы стали кастой неприкасаемых. А другая часть, власть имущая, они как бы вознеслись над нами. И между нами возникла пропасть огромная. И вот мы так сидели там первые 15 минут, ожидая. К нам приводили все новых и новых. И вот то, что я сейчас рассказываю, это, в принципе, такой трюизм тоже. Это понятно. Об этом много говорили. Для меня важно не вот это вот расслоение возникло, а то, что случилось потом. Потом неожиданно у сидящего за моей спиной мужчины случился припадок эпилептический. Ситуация была очень напряженная. И, видимо, это спровоцировало у него какой-то нервный срыв. Он свалился за моей спиной прямо в проход. Там было грязно, потому что петербургская соль, это все это было перенесено. И в грязи стал биться припадки в куртке. И вот дальше за буквально там пару минут произошла очень важная для меня перемена. Естественно, первым делом все, кто сел вокруг, в том числе я, мы схватили его за ноги, за руки, пытаясь удержать его, чтобы он себе не навредил. А еще через несколько секунд подбежали полицейские и ОМОНовцы, двое человек, и схватили его за другие части тела, за голову, пытаясь вставить им что-то в зубы, чтобы он себе не прикусил язык или что-то еще не сделал. И вот дальше наша коммуникация с полицейскими, с ОМОНовцами и друг с другом строилась совершенно по другому принципу. Нам уже не отдавали приказы. И нам не говорили «слышь, ты» или кто-то еще. Кто-то перед этим получил удар дубинкой или электрошокером. Я ничего такого не испытал, то есть я довольный был такой, да. И вдруг ОМОНовец мне говорит «браток, держи его за ноги». И он говорит как со мной, я вижу человеческий взгляд, карие и красивые глаза. Он поднял свое забрало. Я вижу, что он беспокоится. Я не знаю, почему он беспокоится. Я надеюсь, что он по-человечески беспокоится просто. И я ему говорю «да-да, а ты держи руку ему». Я ему говорю «ты держи руку». И он берет вот эту руку. То есть и на секундочку мы снова как бы пропасти никакой нет. И мы равные. И он называет меня «браток». И вот это вот как бы очень важный принцип. И после этого, когда мы все расселись, мужчина пришел, а, пришел врач. Этого мужчину вынесли. Он уже пришел в себя на выходе. Он нормальный. Не страшно. И потом мы сидели в автобусе совершенно в другой атмосфере. И мы уже нас привезли потом в часть. В колпе нас увезли. Мы провели ночь в отделении и так далее. Но вот с нами уже не говорили на том же уровне грубости. И все сидели и переглядывались по-другому совершенно. Чувствовали себя по-другому. То есть возник какой-то важный прецедент. То есть возник какой-то ситуативный диалог. Скажем это так. Это был диалог. Был ты браток. И там ты туда, ты туда. И вот этот опыт обогатил всех. Мне хочется об этом опыте рассказать. И попытаться как бы сформулировать. Чтобы наша группа была одним из тех, кто говорит о важности сейчас диалога. Я Марина. Я узнала, что ваша группа приезжает сюда к нам по нему. И решила вечерком на досуге просмотреть ваши клипы. Обратила внимание на клип «Страшный». Такой он немножко жутковатый возможно. И когда на первых кадрах вы зашли за такие воинствующие. Это похоже было на захват какой-то школы. Там будет техника, может что такое. И люди, сидевшие в зале на корточках, они так на нас смотрели со страхом. Вы почему показали свою воинственность в этом именно клипе? Скажите, пожалуйста. Нам было очень важно переключить быстро сознание зрителя. Ввести его в одно состояние в начале, когда мы специально… Мы сами режиссируем и снимаем наши клипы. То есть мы авторы в том числе этого видеовысказывания. Нам хотелось сначала зрителя ввести в состояние фильма такого хоррора. Когда мы чувствовали напряжение. Нам казалось, мы точно знаем, что будет дальше. Вот через минуту случится конфликт, потасовка, драка. И в этот момент мы постарались перещелкнуть сознание, и мы начинаем двигаться по-другому. И таким образом нам показалось, что мы можем сломать определенный шаблон в восприятии зрителя. Возможно, это сработало в вашем случае, как мне кажется. То есть… Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Александр. И я бы хотел вам сказать очень большое спасибо. Вся ваша группа. Я вас влюбился. Вы очень красиво и стильно одеваетесь. Когда вы вышли, я посмотрел на вас, подумал «Вау». Они точно знают, чего они хотят. Я не делал это несмотря ни на что. Вот, например, вы мужчина. Вот с волосами, да? Мне очень… Мне очень нравится ваша прическа. Или вот, например, вы. В большей части выступления я наблюдал за вами, потому что мне очень понравились ваши движения. Я чувствовал их страсть, бурю эмоций. И вообще, весь жизненный рогольд, который вы получили. И вот, мистер Макарис, ваш волос — это нечто. Я в шоке, когда вы резко появились. Где-то вот там. Я сначала не понял, что произошло. А потом, когда я понял, что вы поёте, я сел и говорю «Вау». Спасибо, я предлагаю назвать меня «Вистер», ну конечно. Слушай, папа! Я прекрасно знаю. Да! Я хотел бы… Валерий, вы мне скажите, а что хорошего вы сделали? Матер, я знаю, какого-то в лицо. А может, это не плохой ребёнок? Галь, товарищ. Это правда. Это правда. Это правда. Матер, я сейчас в Санкт-Петербурге пробьёшь. Там, Питер. Слушайте, мне очень приятно, что вы написали моего папу. А вот теперь… Жалко, что про меня пока не можете, но так тоже бывает. Вы знаете, мне кажется, что, как минимум, хорошее происходит прямо сейчас, потому что есть возможность познакомиться с новыми. А вам, где вы, где, 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 где… Вот с собой у вас знакомых есть. Да. Но мы с вами отдельно об этом поговорим. Вот сейчас смотрите. Да. Предмет нашего интереса и следует. То выступление, которое вы увидите. И всё-таки я всем говорю, не верьте, никому не верьте. Ребята, верьте. Никому не верьте. Это, конечно, важная вещь. Давайте верить в музыку. Музыка она поясняет. Вот скажите, вам понравилось то, что у нас сцени? Честно. Это какая музыка? Ну вот честно скажите. Я сам тебе. Снова пою. Класс. Вам понравилось то, что вы увидите нас сцени? Честно. Скажите ко мне. Ну что? Ну, а не кто-то… Они как будто могут здесь, конечно. Да. То есть вам не понравилось, да? Не могу. Пречайте никому. Вы сухойки. Вы не верьте. Вы не верьте, брать. В Питера приезжает, это ничто. Это ничто! Хочу сказать отдельное спасибо Ксении. Но когда вышел вот этот вот мужчина, назовем ему деревянский сумасшедший, не знаю или кто, вот этот деревянский балагур. И ситуация «Запахлаков и девиация». Я понял, что Ксения, ты опытом введения мероприятий, чего-то еще. Вот я под надежной защитой и опекой. Вот она сейчас там разрулит, она что-нибудь ему ответит, потому что не наше дело с ним вести диалоги. Поэтому спасибо вам большое. Я почувствую себя под защитой. Спасибо, что показали, как можно реагировать на такого рода выпады. Потому что это был очень наглядный пример. Сохраняя лицо, скажем так. Ну да, ну слушайте, это бывает всегда, потому что когда ты общаешься с живыми людьми, там могут быть самые разные реакции. Главное, что человек действительно может и нетрезвый прийти, набраться смелости как-то. Мы люди все тут старые. Магазин все закрыли. Я говорю, какая красота. Совсем хоть зашибись. Слушайте, а как новости о мире получаете? Не через телевизор? Да никаких и новостей не слушаем. И не стараемся слушать. Что, мы живем и живем. А уж воюют там люди, да пусть, что теперь делать? Развели такую катавазию. А что вы об этом думаете-то вообще? Что думаем? О чем мы думать будем? Без нас думают. И решат без нас, что хотят. Вот зачем было бы... Вы думаете, мирным путем невозможно? Нет, тут, наверное, не знаю, хоть бы еще не развязалась сильнее, так слава бы Богу. А так, не знаю, ничего тут хорошего, наверное. Вот у нас на Украине... Витиной... Витиной матери была... Сестра жила. Но она умерла. Так вот, дети там... А уж не знаю, живы они или не живы. Двоеродники будут, Вити. Но ничего не знаю. Не святы его им представляешь. Какое здесь вот главное развлечение? Вот что вы делаете? Вы ходите в гости к друг другу? Нет, здесь в гости вообще никакого нет. Вообще нет темы. Да, сейчас, во-первых, остались все жители старше 60 лет. Но есть в них интересные люди, да, с которыми можно поговорить. Они могут поговорить о рыбалке, там какая-то собственная философия есть. Обычно, вот что вы делаете? Вот вечер. Я приезжаю, я днем обычно делаю. Сейчас строю баню себе. Может, телевизор смотрите? Нет. Я его удалил. Как вообще? Подожди, а как вы новости о жизни получаете? У меня там рекорд 72. Он ловит только радио Свобода и какое-то еврейское радио. Радио Христалли что-то такое, да? Самая новость, что я сегодня узнал о новой группе, которая существует у нас в России, я перевел первое слово в шорт, а потом мне уже помогли перевести второе. Ну и вот что вы о них узнали за короткое время? Можете, они не обидятся, они супер самые ироничные люди. Я про музыку не узнал, я сказал, я сегодня на ютубе вечером посмотрю. То есть музыку пока вы не слышали? Не слышал, да. А завтра на концерт придете? Я пытаюсь, конечно, я просто пытаюсь совместить там короткий Париж или обломок Парижа, или что-то как это переводится, да, и север, например, да, как это вообще вот совмещается. Музыка 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 У вас есть миссия изначально. Не является ли это, понимаешь, капканом каким-то? Да, наверное, является. Но просто как бы разница в том, как мы к этому относимся. Мы предполагаем провал, мы предполагаем неудачу, и это нормально. Есть идея, которую мы захвачены, и мы хотим попробовать ее реализовать. Вот и все. Это не совсем миссия. Мне кажется, был же момент, когда вы просто делали крутые песни без миссий. Так, слушайте, это, да, так было не всегда. Вот, это было же прекрасно, когда вы просто делали крутую музыку. Ну, это было еще во времена нашего англоязычного и франкоязычного творчества. Я эту музыку люблю, лично я люблю эту музыку меньше, чем то, что мы стали делать, когда возникла какая-то более-менее сознательность. То есть это тогда, когда вы заявили, что не обязательно знать французский язык, чтобы писать песни на французском языке. Это в тот момент. Раз ты это пишешь, это что, ну, твой текст, правильно? Ну, да. Раз ты пишешь на французском языке, значит, ты не просто его изучал, то есть ты, значит, и культуру знаешь, и всякие особенности грамматические, там, синтаксические и прочее, лексические употребления особенностей французского языка именно. Откуда? Вы знаете, Данила, скорее, незнание языка мне обращает вопрос писания песен, и знание языка, оно ведь ставит много вопросов перед людьми несовершенства собственного стихосложения, а здесь можно обходиться простыми конструкциями, лексическими абстракциями, которые создают образ и не отвлекаться на какие-то сложности, которые ставят тебя в ступор и лишний раз говорят о том, что ты... Ну, я понимаю, что я имел в виду это тогда, в том смысле, которое я подразумевал, да, до сих пор так считаю, что форума, она разговаривает на языке иррационального всегда и апеллирует к иррациональному, а мы часто так и взаимодействуем с аудиторией, с музыкой, с искусством. Знание языка это иррациональное, фонетика это иррациональное, и мы это счутываем. Я себя сейчас чувствую, как будто меня вбросили в реальность Солодникова и попросили заместить программу «Не поздно». Я такая, блядь, почему ты что, заболел Солодниковым? Давай у тебя коронавирус, поправляйся, потому что как бы, ну, понимаете, у каждого же есть свой жанр и свои какие-то вещи. И для меня как раз условно, опять же, да, вот про вопрос «моё, не моё». А Николай, я был один, к слову. Все остальное молчали, курили так же. Группа пряталась в стиральных машинках, я думаю. Вот опять, видите, разное чувство юмора, но ничего, это была шутка. Вы самый ироничный человек. Именно я? Да. Мне кажется, я более самоироничный, чем обо мне думаете вы и тот пласт общественности, который вы представляете этим вопросом. Короче, мне кажется, вы считаете, что я недостаточно самоироничный, я думаю, что я намного более самоироничный, чем вы считаете, но, возможно, недостаточно для какого-то эталона самоиронии. Ну, смотрите, вы требуете от интервьюера, вот как раз вы приводили пример про журналистскую какую-то историю, задавание вопросов и так далее, ракурс определенный и так далее. То есть у вас прямо есть к этому какие-то, скажем так, какое-то конкретное тезе к тому, как журналист должен вас освещать, понимаете? А почему у вас такое ощущение? Абсолютно. Потому что вам понравилось у Непознера? Нет. Очень. Оба раза вам понравилось. Не понравилось у Николая. И вам, вот знаете, как условно, вам уже шили костюм, вам он сидит, и потом вы всю жизнь хотите... Я потом фрустрировала, говорю, что он там не очень... Давайте, да. Ну, это уже он из скромности. У вас, подождите, у вас ощущение, что мне понравилось у Николая Солодникова? Вы бы не пошли второй раз, если бы вам не понравилось. Вам захотелось просто договорить, улучшить себя. Подождите, если вы мне спрашиваете, зачем я пошел второй раз, это отдельный вопрос. Если вы мне спрашиваете, понравилось ли мне у Непознера, считая ли я эти интервью удачными содержателями, я скажу нет. Хотя после второй встречи у нас с Николаем установились личные доброжелательные отношения. До этого их не было. А потом мы выпили пару раз. Водки. Оказался нормальный мужик. Поплакали? Нет, не плакали. Нормальный мужик вообще не плакал. Про Дугина говорили, пили водку. Видимо, не состоялся разговор с Николаем, раз не поплакали. Ну и вы, кстати, а вы прям выпиваете. Я, у меня очень ровные отношения с алкоголем. Я могу не пить пару лет, а потом выпить водки. Хорошо так. Мне кажется, что это правильно. Не бояться, но и не зависеть. Ну, в целом я равнодушен абсолютно к алкоголю. О, в целом я, здесь я не был. Ну, в целом я, здесь я не был. Ну, в целом я, здесь я не был. 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 Я не был. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Сегодня вообще много разговоров про деньги было, как будто бы люди оценивали через призму, но мы пришли бесплатно и поэтому мы еще смотрим, но не дай бог мы бы заплатили за это деньги. Но вот за 7 тысяч рублей бы пошел на концерт? Откуда такая цифра? Ну, слушайте, наверное, посмотрели, сколько самые дорогие билеты стоят в Москве. У нас всегда одна цена на VIP и на танцпол. Это сколько примерно? Это не 7 тысяч. По-моему, две с половиной начинается, заканчивается три. Суть в том, что она одинаковая. Я лично поражена тому, сколько эмоций вызывает эта музыка. Я скажу честно, что мой скепсис был связан с тем, что я считала, что вообще все эти споры про музыкальный авангард остались вот примерно там, где вы говорили. Звуки му, это какой-то дискурс 80-х. И мне очень странно, что он сегодня такой живой, что люди так эмоционально реагируют на музыку. И с точки зрения приятия, и с точки зрения неприятия. Что это вдруг вызывает вот, что вы хотели сказать, почему вы так звучите, танцуете, как девчонка. Что это до сих пор. Понимаете, да, о чем вы думаете? Да, но с другой стороны, мы сейчас приехали в место, где еще не было никогда музыкального ринга. Это тоже очень важно. То есть если он прошел 90-х, то они бы так не говорили. И какой перелом удивительный случился. Вы же все его почувствовали в один момент. Как может кричать этот зал? Вы почувствовали после песни, которая действительно ему заходит. Все-таки возрастная, поколенческая история, она существует. То есть если мы возьмем голую статистику восхищенных отзывов и, скажем так, тех, кто вас не принимал сегодня, это будет еще и про поколение тоже. Никуда от этого не деться. Если бы эта скептическая женщина ей было 23 года, и она пришла на нас или 17, она, возможно, бы не испытывала скепсис, когда она была того поколения. Вы же про это спорили. Почему она вернулась? Она вернулась честно. А вы уже уходите? Конечно. Почему? Какая-то сатана на сцене. Сатана на сцене. Почему сатана? Ну, а это что, нормальный мужик может так спекать? Нет, ну, уже... Ну, а может, вы не дослушали еще? Нет, мы еще вот тут постоим. Там очень зону. А что не понравилось конкретно, скажите? Да вообще, на уши бьет, на мозги бьет. Нет. Что-что-что не расслушала? На мозги бьет. Это сатанизм, господи. А вы? А мы уже... В Украине, наверное, вот так и переформатировали молодежь. Что же... Можете еще раз повторить? На Украине вот так и переформатировали молодежь. У нас тоже молодежь стоит и головой там трясет, непонятно. Хоть понимает смысл-то слов, слова-то хоть понимает, а головой стоит трясет. Я считаю, гениальная продюсерская работа Тамары. Нет, она искренне ушла и стала возмущаться в холле громко, что какое вообще... Это сатанисты вас пытаются, значит, к сатанинской музыке приучить. Это вообще сатанинское место. И она молодец, Тамара. Она, значит, услышав это, остановила и говорит, так вы скажите это им в лицо. Почему вы таите это в себе? И то есть это не подстава, а в том смысле, что человек говорил это там, пытаясь как можно больше людей с собой... Ну вот что, зачем вы слушаете сатанистов? А, а, иницировала. Она вернулась и нашла в себе силы сказать это в лицо. И на самом деле тоже я бы хотела там выразить ей благодарность, что она это сделала. Да, она молодежь там сказала, да. Потому что в основном люди на лестнице это говорят, когда им не нравится. Потому что не верят, что у вас можно сказать такое в лицо. Да, и что люди это вытерпят. Но вот что я могу сказать, что для меня, какой я вынесла опыт, что мне все-таки казалось, я очень много путешествую по разным регионам, общаюсь с людьми, и я знаю, что огромная проблема, что люди боятся камер, боятся известных людей. И условно сколько раз бывало, мы даже делали такой эксперимент, одни и те же люди, вот они говорят, там, в комнату мы их сажаем, они не знают, что там камеры, но мы говорим, мы можем использовать, записывать вас. Меня там нет, Собчак, вот что вы о ней думаете. И сидят люди, да сука, ненавидим, такая, ну, говорят какие-то гадости. А дальше я вхожу, и эти же люди, Ксенечка, можно ли сфотографироваться, обняться. В основном люди всегда говорят известному человеку, даже если им не нравится, что, мол, спасибо, что приехали, вы классный. Я была так рада увидеть, что вдруг люди стали дискутировать. Это было так по-настоящему. Но при этом вы же понимаете, что когда они вас немножко, так сказать, ругают, они ругают вот этот ваш какой-то образ. А когда вы заходите сама, они рады искренне вам самой. Так же? Это уже здорово. Потому что мы подарили им внимание. Да. Нет, не для меня, я не понимаю. Я думаю, почему вас особо? Да, они не с собой, не с собой, не с собой, не с собой, что-то не отворяло, что-то джидало, с каком-то видении, не с согласием. Она как мутарская. Вот выйдут все сейчас и дай бог без рака доедать. После последней песни, да, у меня исполнилось исток впечатления. Для меня эта песня спектакль. Во время исполнения этой песни, да, какие чувства выяснили? Мы говорим, часто сговорим, о том, что во время выступления мы испытываем эмоциональную боль и напряжение. В нормальном концерте нет пауз, и часто мы находимся до полного веселья мошенни, потому что точно пришел на выступление, мы прыгаем, танцуем, продолжаем в этих инструментах. И мы выжимаем после этого обычно наши футболки, выбираем стакан пота, потому что у нас было соревнование, у кого больше усталость, если вы играете в стакане. Почему отчасти мы приехали на север? Здесь очень сильно добиться своей плача, фольклорик. И в наших песнях много плача в плане горевания. И наши песни многие не нормы. То есть если это и любовь, то это любовь, внутри которой ты несчастен. И ты видишь это счастье, но никак не можешь его найти. О чём вы поёте? О чём вы поёте? Возможно, здесь будет акустическая элипция, по этому моменту, как и все, и из-за этого слова не разборчивые. Это непонятно, вообще непонятно, понимаете? Непонятно. То есть если вы слышите такие слова, они у вас не складываются с пуслом? Вообще из-за этого слова непонятно, не одно голос. Значит, мы приедем ещё раз, настроим звуки ещё лучше, и вы услышите каждое слово. Я не соглашусь с женщиной, потому что я считаю, что необязательно именно слышать все слова в песне. Надо именно прочувствовать всё, что хочется вас принести, исполнить. Вот я пока вас слушаю, если честно, у меня прям по манушке похоже, я даже сейчас воруюсь. Мне очень понравилось это звучание. Не обязательно то, чтобы все песни были только о любви, о рождении, о всём. Главное — положить что-то своё, свои эмоции и тому подобное. Можете поднять руку тем, кто слышит, кто понимает, что да, это моя музыка. Я чувствую, я ощущаю. Слушайте, у вас тоже довольно много. Но здесь у вас не знаю, хорошие. Есть ли вообще народный современный художник? Есть такое? Ну, что считать народным? То есть чтобы его широко все знали? Да, чтобы его ценность была на национальном уровне. Каждый понимал, что это как наш Пушкин, только вот такой современный художник. Павленский ворвался в широкую поведу, в медиа, да? Ну да, но он совсем непринимаем народом, скажем так, в широком смысле. Потому что он саботировал этику, а этика для нашего народа — это всё. Да, так в этом и проблема. А человек уже, на мой взгляд, определенного уровня, скажем так, интеллектуального развития, начитанности и так далее, у него всегда свои и всегда довольно сложные отношения с этикой, точно другие. Мы же знаем очень много начитанных людей, которые являются адептами веры. А вера, она требует вполне четко зафиксированного этического взгляда на мир. Ну, наверное. Вы верующий человек? Расскажу вам историю. У меня 7 лет назад заболела мама очень сильно. И болела около года. В процессе этой болезни я стал ближе к церкви и к вере. И это исходило от моей мамы, потому что для неё это было важно. И как-то мне стало важно, я стал ходить в церковь. И стал себя ассоциировать с этой общиной. По прошествии, когда мои раны немножечко затянулись, а степень рационализации моей жизни увеличивалась, когда я попытался честно задавать себе какие-то вопросы, как мне казалось, честно на них отвечать, я вдруг не смог найти в повседневной жизни. Я понял, что логика, на которую я опираюсь, не способна для меня оправдать существование конвенционального бога. Вообще как-то такого. И я какое-то время позволял себе говорить, что, наверное, я, получается, неверующий. Потому что, если по-честному спросить, существует ли загробная жизнь, я, когда себя спрашиваю, существует ли бог, я отвечаю, нет. Этого нет. Этого не существует. Это поэтично, это прекрасно и так далее. Но потом я обнаружил, что у меня кишка тонка для того, чтобы быть атеистом. Потому что, когда я немножко заболел, и меня прихватило, я как миленький стал молиться, читать «Отче наш» перед сном в панике. И побежал. А когда я там согрешил, очередной раз не очень хорошо, что сделал, мне стало стыдно, я побежал в церковь. Зашел туда. И это были моменты, когда я чувствовал себя нестабильно. И когда я выходил и снова чувствовал себя уверенно в себе, я снова говорил, что нет, нет. Но так как я ссу перед лицом смерти или перед лицом стыда говорить, что я атеист, то, наверное, тогда я не имею права так говорить. Потому что выдержать мир без Бога довольно тяжело. И если его действительно нет, если его нет, как мне кажется, в период чистоты сознания, то пока у меня силы признать это нет. Но вот у меня еще был такой пример одного моего знакомого товарища, который иначе на этот взгляд смотрел. Он сказал, что я понял, что когда я для себя рационализировал, что Господа нет, мне стало скучно жить в этом мире. Я просто заболел, у меня депрессия случилась. И я волевым усилием договорился сам с собой, что Господь есть, есть сверхсмысл, есть сверхзадача. И стал в это верить, и моя жизнь выправилась. Только это уже странный прецедент. Хочется либо честно верить уже, либо честно говорить, что не веришь. Для этого нужна сила внутренняя. Ее пока нет. Ну, Давлад вписал верю на всякий случай. Во! Он сказал, что это лаконичнее, стороннее, чем я. Вся история Киострова связана с патриархом Никоном. Первый раз патриарх здесь появился примерно в 1638 году, когда он бежал с Соловков, будучи там иноком, с помором на лодке. Здесь они потерпели крушение. На южной части их выбросило. По поморской традиции будущий патриарх Никон поставил памятный крест. Второй раз здесь он появился спустя где-то лет 15. Увидел свой крест, еще воодушевился, попросил денег в батюшке и поставили здесь монастырь. Монастырь был очень богат. Ему принадлежало более 5000 крестьян, которые жили по побережью. Все обязаны были отработать как минимум два месяца здесь. Кто деньгами, кто работами, а у кого вообще ничего не было, те просто возили сюда землю. Чтобы придать значимость монастырю, он в Иерусалиме из кипарейского дерева заказал этот крест. Крест – это аналог креста, на котором был распят Иисус Христос. То есть для местных жителей это важные места. Да, они пытаются в меру сил, в меру возможностей восстанавливать. А в этой конкретно? В 16, там 14. То есть половина домов, получается, что пустые стоят? Да, летом они все заняты. Приезжают у кого-то родовые дома, дачи, кто-то покупает, если есть возможность. А свободное время как в основном проводят? Телевизор смотрите или что? Нет, хотя и телевизор есть, но мы его не включаем. Иногда по 8 месяцев. А музыку слушаете какую-нибудь? Да, в основном-то старую. А кто любимый ваш исполнитель? Сложно сказать. Ну, есть же наверняка. Теннис Мяди, эстонский певец. Так. В советское время. Это есть у него в моей музыке только. Вот Сергей Беликов. Здесь моя работа, здесь мои друзья. Веросы тут слушаю, самоцветы. Нет, Веросы я знаю. Ни в окром, ни в очей, ни оттого. Ни в очей, ни оттого. Группа самоцветы тоже. Самоцветы знаем. Салют, салют, салют. Звенит над огромным шаром. А вот первое, это прямо слом шаблона. Все это было, это было У чистых с лебедем брудов Прошла, взглянула и убила И не оставила следов Спасите, спасите, спасите Распиш твое сердце мое Добра, мать. О, спасибо. Любви с акцентом. Добрая такая. Мы сегодня слышим, многие артисты говорят, что когда началось СВУ, ничего делать невозможно. Искусство умерло. Вот у вас наоборот, такое во всяком случае по вашей музыке ощущение, что вы очень поймали и почувствовали ну вот что-то сугестивное, чего люди очень ждали. Мы вынуждены продолжать делать Дело своей жизни в изменившихся обстоятельствах. Вот и все. Вот еще важная тема, которую я хотел бы поднять. Я часто слышу... Я все-таки про стратегию существования группы в России. И мы часто слышим в европейском туре или от каких-то наших слушателей в интернете какое мы имеем моральное право выступать сейчас в России. Просто есть такой вопрос. И я максимально... То есть я понимаю основания этого вопроса и максимально их не принимаю внутренне. мне хочется обратить внимание людей, которые находятся вне контекста боевых действий сейчас и которые об этом рассуждают из-за границы, например. Сейчас есть только две страны в мире, где концерты и общая культура может быть по-настоящему содержательна. Это Россия и Украина. И выступать в России намного важнее, чем выступать в Европе. Очередной раз, признося апологетику либеральным ценностям и сжигая портрет нашего президента. Как это прозвучало героически. Портрет Путина, так скажем проще. Более эмоционально заряженных концертов, чем после 24 февраля, у нас не было никогда. Люди приходят на многие из этих концертов как в пространство, где они могут наконец-то ощутить себя свободными. Сказать слова, которые они не могут сказать сейчас на улицах. Почувствовать, что они в среде людей, которые их не подавляют, а понимают. И вот я надеюсь обрести там силы для какой-то своей дальнейшей деятельности, жизни и прочее. Мне кажется, это суперважно. Мне кажется, суперважно не развлекать сейчас людей. И я очень надеюсь... Возможно, я ошибаюсь, но я надеюсь, что мы не развлекаем сейчас людей. На наших концертах мы ощущаем пространство какой-то терапии. Недавно наш менеджер Марина переслала мне статью критика какого-то. Он пришел на наш концерт в Риге. Там примерно так он пишет, что... Мне казалось, что это сытая музыка. А вот сейчас впервые я почувствовал, что как бы она со мной резонирует и что эта музыка не для сытых. Потому что этот концерт был для него содержательным в Риге. Меня так и возмутила эта маленькая штука. Мне показалось, блин, чувак, ты просто был все это время сытым сам. А когда тебя приспичило, и ты уехал, это мое мнение, тебе стало казаться, и восприятие музыки у тебя изменилось. А такая это еще был концерт в Риге. А представляешь, какие концерты сейчас в России и насколько они важны. Это не то чтобы миссия. Мы чувствуем потребность так делать. Это прям потребность. А потребность, о которой вы говорите, она вызвана именно патриотическим чувством? Или чувством, ну скажем так, глобально-человеческим? Потому что это же две большие разницы. Вот вы тоже противоречиваете. Я понимаю, отличный вопрос. Отличный вопрос, Ксения. Очередная оценка. Ну простите, я, видимо, так устроен. Да, блин. Конечно, правильно ответить, что общечеловеческими ценностями, и это есть. И я на самом деле думаю, что как этика, эта надстройка, прям искусственно людьми собранная, у нее есть прекрасные функции, задачи, все это классно. То, что она сконструирована, не значит, что от нее нужно отказаться. Но надо просто четко по себе признаваться честно, что она сконструирована тобой. Ты можешь не сам отказаться, но ты выбрал верить, потому что там это тебе полезно для тебя, неважно. Так и патриотизм. Я понимаю, что это сконструированная штука, максимально сконструированная штука. Ее не существует. Человек ее придумал и заставил себя в это поверить. Есть прекрасное такое выражение. Человек забывает, а Бог помнит. И человек сделал так, как будто бы он для себя обессовывал, что это все придумал Бог, например, или придумали наши предки. Потому что я-то забуду это все. Понимаете, о чем я говорю? Так вот, несмотря на то, что я понимаю, опять путанно говорю, простите, хочется много комплексов затронуть в ходе ответа, и возникает такой снежный ком смысла, в котором сложно разобраться. Короче, я понимаю, что патриотизм и любовь к своей родине это совершенно искусственно созданные понятия, почему-то его чувствую. И для меня важно понятие Россия, Русский, Сибирь, Москва. У меня даже когда Москва, у меня до сих пор сердце как бы так... То есть мне больно, мне сейчас стыдно, мне сейчас сложно, и у меня гордость параллельно возникает, любовь, нежность какая-то. Типа, как это вообще все? Поэтому в моих действиях, в моей мотивации... Я не знаю, как у ребят. В моей мотивации точно есть какой-то извращенный патриотизм. Мне прям вот не хочется ставить крест на стране, когда говорят про ее раздробленность, какие-то кринжовые совершенно собрания в Евросоюзе по поводу раздробления на 4 части. Типа, ну просто мне хочется в морду дать. Это бред, естественно. Я понимаю, что на самом деле, наверное, так мыслить нельзя. И надо в идеале бы исходить из общечеловеческих смыслов. Потому что... Да, наверное, так и есть. Это люди, которых я понимаю. Как мне кажется, больше. Я понимаю эти условия жизни, я в них жил. Я этих людей понимаю. Значит, коммуникация с ними будет наиболее успешна. И я чувствую, что я обязан здесь остаться. Каждый за себя еще скажет. Потому что именно с ними я смогу это проработать эффективнее, полезнее для себя и для них, как я могу надеяться. Для нас это стратегия, стратегия нашего существования в России сейчас. Это то, почему мы остались в стране. И почему мы мечтали бы здесь остаться и работать дальше. И именно вот такой путь, который, наверное, должен не закончиться этим одним концертом, а должен состоять из ступеней, продолжаться еще какое-то количество времени, этот путь может оправдать наше пребывание здесь. Путь — это... Давайте просто это повторим. Это диалог... Это диалог. Это попытка... С разными людьми. Как бы архи-задача, которая недостижимая, это реформировать вообще функционирование музыкальной или культурной индустрии в России. Немножечко ее изменить, добавить другой ракурс восприятия, обратить внимание, не замыкаться на элите, а осознать своим истинным заказчикам широкие массы, коммуницировать с ними. Хотя уже есть такие артисты, которые делают это лучше, чем мы. Я это понимаю прекрасно. Это кто, например? Я думаю, какие-то молодые пацаны, которые просто там... Или девчонки, которые выкладывают свои треки просто в сеть напрямую, коммуницируют с поклонниками. Они еще не достигли какого-то уровня популярности, они еще не замкнулись в своем достатке, в успехе и так далее. И не только в музыке, то же самое в искусстве происходит. Может, современное искусство сложнее, потому что современное искусство такая высоколобая штука, конечно. В Москве и в Петербурге у нас есть аудитория. Она не самая большая, и есть десятки артистов, которые больше и значимее, чем мы для поколения молодых людей в России. Намного... Их прям десятки таких людей в разных жанрах. Ну, например, троих, назовите, на ваш взгляд. Нет, ну... Более значимые для поколения. Это какие-то артисты хип-хоп-сцены. Я не очень в этом знаком. Вот три самых больших хип-хоп-артистов молодых, назовите, они наверняка. Классические рок-музыканты еще времен 90-х нулевых от B2 и Сплена это люди, которые имеют до сих пор больше аудитории, чем мы. То есть у нас могут возникнуть вопросы к ним, насколько их музыка актуальна, насколько она... Ну, смотрите, они тоже фиксируют события, происходящие сейчас, да, и может быть талантливее, чем мы. В общем, статистически все эти люди намного больше влияния имеют на аудиторию, и самое главное, их больше слушают в провинции. Вот проблема... Почему мы отчасти мы здесь, да, давайте вернемся к этому вопросу. Чем дальше мы отъезжаем по иронии судьбы, несмотря на то, что вот трое человек здесь сидящих из провинции, из глубокой Сибири, из Кузбасса, вот чем дальше мы от столицы отъезжаем, тем сильнее и речь редеет наши зрительные залы. То есть если в Москве это условные 5 тысяч человек, то в Новосибирске в лучшем случае это тысяча человек. А в каком-нибудь... еще там, в городе поменьше, это может быть вообще там 400 человек, и так далее. Ну то есть смотрите, очень смешные цифры. Вот мы сидим с вами, мы рассуждаем о судьбах России, мы говорим там о культуре, о важности ее развития, перемен. Я там даже произнес ранее страшное словосчитание «изменить культурную парадигму». Ну то есть нифига, пацан, ты там придурел, а ты собираешь где-нибудь в Томске там 600 человек. Ну, это смешно, это комично. И меня очень сильно беспокоит, что говоря о таких темах, я не нахожу понимания с большим количеством людей. Мне очень понравилось одно исследование Михаила Япольского, я думаю, может быть, вы читали его книги, может быть, даже знакомы с ним лично. Это прекрасный интеллектуал, который очень тонко мыслит о культуре и о политике. И вот он в одной из своих работ обрисовал упрощенно такую социальную структуру российского общества. Мы понимаем, что это очень редуцированный взгляд на российское общество. Я это применю сейчас как схему, от которой мы оттолкнемся, чтобы мы понимали, что это такое. Это очень условно все. И вот есть некоторый эстеблишмент, элита, политическая, финансовая, прежде всего. У этой элиты возникли проблемы, потому что изначально в аристократическом обществе они получали право быть элитой от отца. Был институт наследования статуса. После революции, после изменения экономической парадигмы, как подтвердить, что ты элита, как доказать самому себе и любому встречному. И вот помимо каких-то маркеров финансовых, одежда дорогая, машина, квартира, я не знаю, я не элита, я не знаю, я так догадываюсь, чем мериться, появилась культура. То есть потреблять современное искусство, потреблять сложную культуру, это стало частью жизни нового дворянина. И им нужна современная культура, вот этой элите, по словам импольского Михаила, для того, чтобы подтверждать для самих себя и для общества свой статус. Дальше есть креативный класс, условный, к которому, наверное, группа Шет Парис точно относится, куда мы денемся. И вот что делает креативный класс? У креативного класса есть один... Вообще, Михаил, если вы слушаете, вдруг вам прислали это интервью, я как-нибудь мерзко излагаю вашу концепцию, вы меня простите, я музыкант, я человек как бы, да, перим-перим, ля-ля-ля, думать сложнее. Но стараюсь. Так вот, креативный класс, он очень хочет жить, как элита. Ему очень нравятся, вот там тоже машины хорошие, хорошая одежда. И поэтому я воспринимаю элиту как своего заказчика. Я создаю такую культуру, которая ориентируется на ценности и на запрос элиты. А элита эту культуру потребляет. Таким образом, у нас получается, смотрите, у нас, вот смотрите, вот элита, креативный класс, а дальше широкие народные массы. Они неоднородные, они там разные, совершенно в каждом регионе, и так далее. Вот три. И вот элита и креативный класс, они замкнуты друг на друга и образуют такой пузырь. Это как бы такой замкнут цикл производства ценностей и смыслов. Креативный класс, вместо того, чтобы создавать какие-то новые революционные смыслы, он обслуживает элиту, которая с удовольствием потребляет эти ценности и позволяет креативному классу быть рядом и быть похожим на элиту. И так существует большая часть наших коллег и мы сами. И вот дальше мы начинаем думать, а как по-другому? А были ли прецеденты? То есть вот есть феномен Высоцкого, мы говорили о нем вчера с этим мужиком-сторожем. Есть феномен Пугачева, есть энное количество артистов, там, Магомаев, есть современные артисты, которые, тем не менее, становятся народными, и они делают качественную музыку, хорошую музыку. И их воспринимают как своих. То есть, но большая часть системы работает... В общем... Ну, это очень крутая тема. Я, на самом деле, об этом хотела с вами поговорить в том числе. Но для этого надо иметь вот этот, на мой взгляд, народный щуп. Вот вас, я скажу честно... Его нет. Как вы знаете, да, я обожаю то, что вы делаете, чтобы было понятно, да? Но у вас этого нету. Да, и мы это знаем. И это, кстати, часть моего обожания вас, потому что вы про чистую эстетику, про эстетику, про форму, про вообще другие вещи. И у вас этого, ну, как бы, это нельзя... Это вшитая опция от рождения. Это нельзя придумать и сделать вид. Вот у Пугачевой, понимаешь, а у, условно, Лаймы Вайкуле прекраснейшей, но этого нету. Потому что она слишком стильная, слишком тонкая для нашего зрителя в каких-то вещах без обид. Слишком какая-то такая западная. Как у артисток. Вот Мордюкова, Мордюкова, вот она русская важная артистка. Возможно, у нас есть маленький щупчик незаметный, поэтому мы приезжаем сразу на место и пытаемся что-то делать. А вам зачем? То есть, условно, это немножко же про то, что вы-то про другое. Вы нас не слышите. Смотрите, вот есть понимание того, как устроена система. И есть внутреннее тотальное неприятие этого и переживание по этому поводу. И дальше мы такие, окей, у нас есть какой-то минимальный авторитет и какая-то минимальная аудитория. И мы создаем, еще раз, то, что происходит, сегодня мы точно сделаем плохо, потому что группа Шотфарис не имеет народного щупа. И этот выпуск посмотрят какие-то молодые ребята. И они осознают, что они тоже обслуживали или хотели все это время мысли себя как типа часть вот этой вот системы шоу-бизнеса, чего угодно, которая там несодержательна. И среди этих ребят найдется новый Высоцкий или найдется новый нормальный Николай Расторгуев здорового человека, который сможет все это уже конвертировать в народный язык. То есть мы как бы просто унавозим в дальнейшее развитие нашей культуры. Вы у нас на Севере, а меня зовут Александр, Годзилла Севера. Годзилла Севера всегда придут на помощь, всегда спасут, всегда выручат, всегда покажут сокровенные, прекрасные места на сквозь. и деревенская жизнь, она умирает. Она умирает. И я тебе скажу больше, что вокруг очень много у нас деревень, где вот эта деревня, я не знаю сколько, пять жителей здесь живет. Летом, да, приезжают много. Деревни умирают, это однозначно, это 100%. Нет работы, нет элементарно, нет магазинов, почты, медпункта, ничего нет. То есть это давно все как бы вот идет на спад. Ну а есть смысл с этим бороться? Ты же получается, что ты один борешься как бы с историей, которую очевидно ты сам не победишь. Да, конечно. Но мне здесь, ну меня что-то здесь останавливает. То есть нет такого, что вот я тоже завтра раз соскочил отсюда, меня здесь что-то останавливает все равно. И я думаю, что опять же рассуждая наперед, как поступят мои дети, наверное, они тоже уедут. Мне кажется, они тоже уедут, большие города. И постепенно, да, наш город с каждым годом сокращается численность населения с каждым годом. Ты про Негу? Про Негу. Ну и вообще про нашу... Сколько? Сейчас 15 тысяч, да? 15, да. То есть может 10 лет назад было 30 тысяч. То есть с каждым годом отток населения очень большой. И что с этим делать? Никто не знает. Делай, что можешь, и будь, что будет. Я живу в этом городе, всю свою сознательную жизнь, да, периодически выезжаю в другие города. Вот. И да, развиваю туризм здесь у нас, на севере. То есть вожу туристов на охоту, на рыбалки. Все же уезжают отсюда. Почему у тебя не было мысли уехать отсюда? Слушай, где родился, там и пригодился. Наверное, так. Ну и мне здесь очень нравится. То есть здесь я отдыхаю душой, телом. Ну, кайфую здесь. А работаешь ты кем? У меня есть проект свой. Я строю дорогу в отдаленный лесопоселок, так скажем, который заброшен был там 20-30 лет назад. И мы оттуда вывозим металлом, то есть достаем его оттуда, тем самым зарабатывая тоже какие-то деньги. Это то, что зимники, Да, да, да. Вот ты говоришь, что наверняка мои дети уедут отсюда. Да. И вы с Ксенией в такой тональности, безысходности говорите. То есть как бы мы будем сражаться, но мы проиграем точно. То есть ты считаешь, что нет возможности остаться здесь и пытаться развивать культуру своего города? Я это и пытаюсь делать. Тем более, что интернет есть, ты можешь делать теперь это все. Я каждый раз, если вы смотрели, не смотрели, в своих роликах зову сюда людей. Да, я видел. То есть я говорю, ребят, приезжайте, у нас здесь классно, я вас встречу, накормлю, напою, то есть без проблем вообще. Мы вот сходили, попарились в баньке, накупались. Ох, красота на улице. Еще вот БМПшечка стоит, ребят, с полигона 98. БМПшечка готовая. Ну что, ребята, избушечку мы нашу починили, все, что внутри, подготовили. Идеальный вариант какой? Вот будущего, где ты победил или хотя бы не так сытно проиграл? Идеальный вариант? Да. Все счастливы. Нет, вот в этом городе у тебя какая-то фирма, что это? Как город развивается? Ну, реалистичный такой. Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Сейчас. ПЕСНЯ 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 Расти, дочка, расти, Расти, дочка, детей, Как я зарастила. Входи к матушке в гости, Входи к матушке в гости, Пока матушка жива, О, ка матушка жива, О, ка матушка жива. Входи к матушке в гости, О, ка матушке, Входи к матушке. — Ну что, Николай, у меня для Николая хорошие новости. У меня есть ощущение, что его услышали. Да? Вот давайте сейчас. Вот эта девушка, которая до этого ей нравилась, музыка, энергетика. Вот я ее хочу спросить, о чем эта песня? Я для себя здесь услышала «Оставая Родина», вот честно. Я живу в Онеге уже давно, точнее, до самого рождения, и для себя я почувствовала эту атмосферу Родины. Мне очень понравилось исполнение, я почувствовала все, может, не все. Но для себя я почувствовала все, что мне нужно было. Я хочу сказать то, что мы не должны как-то мнениями своими перекидываться. Я считаю, что у каждого сомнения все найдутся на нее и страны вернутся в этом комиссии. Так эта песня, девочки, о маме, что не забывайте дорогу к маме, пока мама живая, идите, потом травой зарастет. Ну, об этом? Она даже здесь слуха. Так вот, им и нужна вот эта музыка, вот так головой трясти и волосами. То есть им слов не надо, молодежи, наверное. Первый, почему из всех районов и деревень вы выбрали именно сюда приехать? Как вам здесь вообще? И второй вопрос, чувствуете ли цензуру вашего творчества, давление какое-то, и почему не уезжаете? В песне, которую мы только что вспомнили, есть такие слова. «Посоветуй мне, мати, а ли тут-то мне жите, а ли тут-то мне жите, а ли прочь отойдите?» Это осознанно была выбранная песня, потому что данный вопрос стоит довольно острым для нашего коллектива в том числе. Время сейчас непростое, и часть наших друзей покинули Россию по разным причинам. И вот ответ, который в этой песне звучит, в том числе стал для нас аргументом «Остаться». Потому что мать отвечает своей дочке, да, ну в данном случае как-то я говорю. Мистер-вокалистка своей дочке отвечает «Горюй, дочка, горе, как и я горевала. Расти дочкой детей, как и я растила». И, наверное, эти слова можно по-разному толковать. И в них можно услышать принуждения старшему поколению младшему, да, какой-то консервативный взгляд, который подавляет молодое поколение. Мне сейчас неинтересен этот ракурс в нашей группе. Мы услышали очень важный ответ, что горе, которое горюет сейчас наша страна, в том числе мы должны горевать вместе, проживая это время вместе. «Горюй, дочка, горе, как и я горевала». Вот такой ответ. Очень важная идея. Что касается, чувствуем ли мы давление, пока мы чувствуем лишь саму цензуру. Вы понимаете, что это такое. Она идет снизу, она идет не сверху. Нам север близок по духу, потому что трое из нас, в Сибири, и к морозу мы привычны, к снегу мы привычны, и нам его очень не хватает в Петербурге. То есть какой-то ненастоящий город, там, где нет нормальной зимы, там, где нельзя утонуть в сугробе. Я думаю, вам-то понятно, да? Но в то же время Данила родился в Петербурге намного ближе к вам. И это тоже северный город. Ну, я думаю, ты скажешь, что это следует. Да, на самом деле Николай прав. Ребята переехали в Петербург в тот период времени, когда в Петербурге действительно ушла настоящая зима. Я постоянно об этом говорю парням, как я сожалею, что нет этих минус 20, минус 23, когда вот все то же самое, что здесь сегодня было минус 13, этот северный ветер, это все было в Петербурге, и сейчас этого и мне, парня, тоже очень не хватает. И мы приехали сюда, и это для меня такая ностальгия, такое возвращение вот туда, в то самое детство, в те самые воспоминания. Это невероятное ощущение. Нам очень нравится Бажор, что мы в таких городах чувствуем себя как дома, потому что они нам близкие, понятно. Мы видели подобные картины в детстве, и нам кажется, что в таких городах, мы так себя чувствуем в детстве, не хватает культуры, не хватает возможностей для развития. И если у нас есть ресурс, если у нас есть внимание известных действий, возможностями мы хотели бы прикрепить эти возможности не к столице очередной раз, а к небольшим городам по всей стране. В том числе и прежде всего, в данном случае, к вашим. Мобилизацию боишься? Мы вчера сидели обсуждали этот вопрос, многие против, многие в штыки восприняли эту всю ситуацию. Ну, кто-то пошел покорно, а кто-то нет. И, как правило, кто-то нет, всех как бы оставили. Я не знаю, я нейтрально отношусь. Но прятаться не будешь? Нет. Меня спасает то, что я не пью, не курю. То есть я, ну, так скажем, многие тратят на это деньги, лишние какие-то, и живут, то есть в этом... Пьют сильно? Очень пьют сильно, да. Многие очень пьют сильно. То есть просто запиваются люди, спиваются. У меня очень много одноклассников моих, чтобы ты понимал, мне 35 лет, и у меня много очень одноклассников, которых уже нет. Из-за алкоголя? Да. Когда мы играли в Таллине, кажется, это было в начале октября прошлого года. Паша вдруг после концерта сказал, что, ты знаешь, я не хочу играть этим людям. Сейчас концерт... При всем уважении... При всем уважении к аудитории мы отыграли концерт эмоционально, честно. И я... Паша сказал, по-моему, что не для них написаны эти песни. По крайней мере, не для них они сейчас должны звучать. Говоря о том, что мы хотим вернуться скорее в Россию и играть свои концерты там. Я тоже испытывал это чувство в туре по Европе в сентябре, и вот мы в январе играли концерты. Иногда это чувство приходит, когда ты вдруг думаешь, что, ну, даже несмотря на то, что там от 30 до 70 процентов это русскоговорящие могут быть в залах, ну, могут быть в этом меньше, как будто бы нам сейчас кажется важным, что они не могут до конца понять содержание этих песен, а уж тем более, когда это иностранцы, подпевающие там нашим словам. И это отдает каким-то... каким-то кривлянием, полумерами. И вот, в общем, я к тому, что есть потребность, почему-то нам кажется важным сейчас играть свои песни, эти концерты в России. И только в этих обстоятельствах они достаточно содержательны. Они являются просто какой-то вот профанацией, или шоу-бизнесом, или чем-то еще. А у вас нет такого ощущения, когда вы за границей сейчас, или берете интервью за границей, или... Ну, не знакомо это чувство в каких-либо обстоятельствах? Я чувствую, что люди, которые уехали, даже которые раньше были мне очень близки, как будто расстояние сильно увеличилось, и у них свой такой пузырь, ну, безоценочно, он просто другой. Они немножко как будто видят другую картинку. Вот это странное ощущение, что ты говоришь с человеком, который ты хорошо знаешь, ты знаешь все, что он думал раньше, как он мыслит, а он такой уже немножко... Уже... Понимаете, почему? Да, а вам их пузырь не близок? Нет, я более того, я была там. Вы примеряли его на себя? Да. Вы снимали с них этот пузырь, надевали на себя? Я была, и я благодарна близкому человеку, который меня, можно сказать, выдернул из этого пузыря, потому что он засасывает очень быстро. Потому что я испугалась очень сильно после 24-го числа. И это была какая-то паническая атака, можно сказать. Это очень засасывает этот страх, это желание закрыть дверь во что-то, что тебе не нравится, и просто как будто этого не было, и ты живешь другой жизнью. Это очень соблазнительная идея, поэтому я там многих моих друзей, которые уехали, я понимаю. Да, мы натыкались в таких людей. А вы так это чувствуете? Нет, я имел в виду, что когда мы видели, вот, например, тех людей, которые внезапно уехали, они с нами разговаривали уже с той позиции, даже не то, что... Как будто бы их там в России никогда и не было. То есть у меня было такое ощущение. То есть они настолько закрылись от этого, как будто они начали жить с нуля, и они вели с нами разговор, как будто мы граждане какой-то третьей страны, в которых они никогда не были, в которой они нарисовали. Ну, совершенно уже другое, абсолютно другое. Ну, это свойство человека вообще. Ну, да, это защита от травм. Да, да, да. Да нет, даже просто контекст очень сильно обуславливает сознание. Да, новости, кстати, и прочее. Вот я 20... Ну, например, вот мы улетели в тур сейчас, в европейский, в январе, типа 8 января. И вот я 8 января, и я 28 января, когда я был в завершении тур уже, я совершенно был другой человек. То есть мы давали интервью в Австрии, в Хорватии, где-то мы были. Определенный список вопросов, на которые ты отвечаешь. Встречи с уехавшими людьми, с мигрантами. Я чувствую, что мое мировосприятие, вот прям процессуально меняется за дня в день. И я такой сначала гордо независимый Николай, который имеет цель, идет к ней. Постепенно я уже думаю, какая моя цель? А правильно? А вдруг они правы? То есть как бы вся вот эта моя концепция рушится. Мы очень зависимые. Наверное, есть сильные люди, которые могут принести свой стейтмент, несмотря через что угодно. И мы таких знаем, и политиков, наверное, и художников, и простых людей. Вот я оказался не таким. Ну, а вот, кстати, раз вы сами упомянули, это хорватское интервью. Я его читала, и я была поражена, что в разгар, собственно, всего вокруг вообще никакого разговора о политике. Это было ваше условие уже для них? Нет, нет. А как так могло получиться? Так просто получилось на самом деле. Это очень для европейской просто прессы. Мне кажется, что они любому человеку сегодня, это то, что мне на самом деле очень не нравится, что любой человек, который дает интервью в западной прессе, я поэтому принципиально не даю вот сейчас. Их интересует только вот маркировать тебя куда-то. Если тебя не маркировали... У нас были такие диалоги с другой прессой. Вся другая пресса была именно такая, как вы описываете. В Австрии мы поссорились с женщиной, которая была с австрийского какого-то федерального большого радиоканала. У нас просто... У нее улыбка спасла второго вопроса, потому что мы стали отказываться отвечать, потому что мы просили общаться с нами как с музыкантами, а не как с политиками. И нас возмущал сам ракурс вопросов. А почему? Как вы, может, нельзя сформулировать, Там такой ракурс вопросов был на самом деле, как будто бы мы сбежали оттуда, мечтали сбежать, сбежали. И вот... И прощены возможность быть в Австрии. И как вот там, от чего вы убежали? А как вам здесь? Я вот почему об этом спрашиваю, каждый же, наверное, о своем. Я просто вот точно понимаю, что мне не нравится. У меня вот возникает чувство, не знаю, как его лучше описать, что как будто, ну не знаю, как будто у меня проблемы в семье, но условно те, кто мою семью явно, ну как бы не любят, может, плохой пример, но как бы хотят, чтобы я с ними обсудила эти проблемы. И мне почему-то очень не хочется обсуждать то, что у меня вот внутри и здесь происходит, с кем-то извне. Для меня почему-то это важная, хрен знает почему, грань, да? Хотя это не моя семья, и как бы я не могу унести за это всю ответственность внутреннюю, но ощущение все равно такое. Выносить ссор из збы иногда нужно. И это нормально. И можно с другим обсудить свои проблемы, если ты к этому готов. Вопрос в том, с каких позиций тебе задают вопросы. Есть ли желание глубинно понять то, что происходит в твоей семье? Мы его не чувствуем. Раздражает это. И плюс, кажется, все вопросы, они ракурсные. То есть изначально предполагается, что ты стоишь на коленях, и ты говоришь текст, который они хотят услышать, и любая другая позиция их не интересует. Нет внимательного отношения к человеку. К тебе в данном случае, к твоей стороне. И это раздражает. Разговор же наверняка был общий, когда вы впервые все собрались поговорить, останетесь вы или уедете. Вот что было главное в этом разговоре? Какие аргументы друг для друга? И как это, может быть, кто-то один из вас говорил, что нет, давайте уезжать? Вот как это? Вот знаете, что самое интересное для меня лично было в этом разговоре, что там не было такого, что все пришли, все одинаково, а давайте, а давайте. Это было очень сложно. Ну, я думаю, что это обычный с точки зрения того времени разговор, который происходил, возможно, на кухнях. Нет, ну у всех пора. Вот у меня в команде, например, там был один человек, который радикально сказал, что все, я уезжаю. Значит, нет, однозначно. И в итоге он остался. Нет в этом, потому что был коллектив, который вдруг начал, вот вдруг я наблюдала этот диалог и силу того, что когда ты делаешь общее дело, и люди тебя прямо уговаривают и говорят, да, мы готовы брать эту ответственность на себя, чтобы ты все-таки оставался с нами. И в итоге он остался, и то есть какой-то период. Мы вообще все не спрашивали, что он думал. А он сейчас не в этом доме? Не, 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 не. У нас здесь, но я бы так не стала. Ну, нас тоже спасло общее дело. Я был человеком, который 50 на 50 очень сильно сомневался. Но мои сомнения были не в том плане, что уезжать ли вообще, а ты просто не знаешь, что делать, и поэтому взвешиваешь все варианты. Я был в том числе таким человеком. Мне кажется, что мы приводили к общему знаменателю вот в этом разговоре какие-то наши соображения. Мы больше делились соображениями в тот момент, кто что считает, кто у кого какое эмоциональное состояние. И к концу разговора абсолютно естественным образом выяснилось, что мы пришли к какому-то общему пониманию и стали чувствовать чуть лучше коллективно эту ситуацию, а не каждый по отдельности, думая о том, что происходит что-то, к чему ты не готов был. А горе может быть вдохновением? Вдохновением? Ну, спекулятивный тоже вопрос. Ну, как бы человек переваривает сам себя, даже физиологически. Мы перевариваем все, что есть, и у нас нет выбора. Мы перевариваем горе, счастье. Мы такой огромный котел, и культура так работает. И это не то, что в смысле страдания, это лучше топливо, это лучше навоз для искусства. Нет, как бы ты перевариваешь. Качественное страдание, так же, как качественное счастье, или вообще как бы все зависит от котла. Если он хорошо сделан, он все переваривает. Мы просто справляемся со всем в процессе. Иногда вот производные тоже нас радуют. Те, что вы у нас не забираете, наши. Они вам понравились? Нет? И как мне они, ну, как вокалисты. Я облашу, и не хуже второй день. Пока стена. Понравилось петь очень. Конечно, волнуемся, и репетиций мало было. Но понравилось. А сестра, а ты скажешь? Это здорово, это космос. Вот у меня внук, он увлекся планетами космоса. И вот, когда он ко мне приезжает, он мне открывает планшет, показывает вот эти дыры. И вот я сегодня, думаю, что я сегодня ночи буду лежать. Вот это вот, вот эти голоса, ребят, замечательные, такие проникновенные, чистые, такие... Вот, видите, в общем, нет слов. Настолько красиво, настолько тонко все. Молодцы! Молодцы! Мне кажется, что вот как-то переломилось настроение зала прямо в середине всего выступления. Стало понятно, в общем, в какую сторону двигаться в творчестве, чтобы концертов в регионах стало больше. Что сделать, чтобы здесь было больше поднятых рук, готовых прийти на следующий концерт? Вот что сделать? Я считаю, что больше денег с бюджета должно идти вот в такие отдаленные места. Вы прекрасно видите, в каком состоянии у нас здесь все находится. Продвижение ваше на сцене. Вот это откуда? Откуда они взялись? Как они пришли? Это же не всегда так было. Я думаю, что эти движения родились из моей физиологии. Довольно органичные. Они повезтили довольно рано. Я уже не помню, когда я так не делал. Я меняюсь, я взрослею, у меня меняется мой артистический навык. Старые движения уходят, приходят новые. Естественный процесс. Их никто не выдумывал специально. Они... Ну, то есть вы не занимались с каким-то человеком? Это часть моего темперамента и моей физиологии, не более того. Но у вас проходят какие-то репетиции, условно, в зале? Танцевальные репетиции? Никогда. То есть это просто вы выходите и... У нас с Данилой было несколько парочек синхронных танцев. И вот именно синхронные танцы, они не требуют, они это не привязаться, мы их разучивали в зале. Классно было. Мы у зеркала стояли, такие два танцора, я прям все чувствовал жасеным бибером, и мы там делали эти движения синхронные. Было классно. Еще меня поразила на осеннем концерте вот там в Москве концовка. Так. Где вы танцуете под Башлачево? Мне пока вот даже самому нравится эта концовка. Все еще. Можно песенку прожить иначе, можно крылышки оборвать, только вырастет новый мальчик, за меня гадовая мать. Можете объяснить, почему именно Башлачево? Это вот как раз один из примеров тех более, чем я, талантливых людей, которыми я восхищаюсь, кто умел поэтически и эмоционально высказать многое. То, что мы вдруг поставили старую запись, это уже классно. Это уже воздействует на зрителя. Он думает, что это случилось? В том, насколько это хорошая запись, это еще один важный уровень. То, какие смыслы сказал поэт в стихах, это третий уровень, он более важен, например, чем предыдущие. То, в конце, чего это шло, как это вначале начиналось с русского фольклора, это четвертый пласт смыслов. Ну, как бы вот так. И это не всегда осознанно. Ты чувствуешь, что теперь в конце тебе надо потанцевать, мать его, Башлачева, потому что ничего более честного ты не сможешь сделать. И ни одна твоя песня не сравнится с тем, что ты просто топчешь каблуками вообще. Тут в этом звуке много более честного, чем во всем нашем интервью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Точка. Еще интересно про то, что они не верят, что что-то бесплатное. Вот это меня поразило. Что они ждали до какого-то момента. Я прям почувствовала вот эту энергию облегчения, когда я сказала, ребят, здесь не будет, не ждите, что в конце, а вот теперь либо рекламная пауза, либо политическая агитация. Нет. И такой выдох произошел вдруг. А ну типа можно. Я еще вспомнил, не знаю, можно ли вспоминать это, нет. Вчера была дискуссия по поводу комнаты, где была икона, военные картины и урны. А мы здесь увидели, что... Ну то есть та вчерашняя комната, она как бы кричала нам, все, больше ничего нет. Есть это, это и это. В вашей жизни больше ничего нет. А сегодня мы увидели лично, воочию, что в жизни дохрена еще чего есть. Красавцы мертвые, то, что показалось нам фильмами, ну вот кого-то там звенится и так далее, а вот жизнь. Да, мы увидели живых людей. Какая-то декорация, специально декорирование. Да, но от этого сложно наворачиваться, если честно. Это правда. Меня больше всего поразил вот этот парень, который сказал про «не слышите». И это было так как-то искренне. Знаете, это как вот человек из каких-то фильмов. Он был немножко героем даже фильма «Догвель», когда ты пытался людей, если вы помните, вначале, значит, на что-то завести. И я подумала, боже, такие слова так редко можно сказать не фальшиво, потому что они такие затертые. А он это сказал как-то очень... Мне кажется, это очень талантливый парень. И мы вообще его еще услышим. У меня огромный вопрос. Вот вы сюда приехали, и большинство зрителей в этом зале, жителей этого города, поселка, деревни, приехали, и они не понимают ваше творчество. Они не понимают вас. Они вас не слышат. Вот меня очень интересует. Каково это, когда вас не слышат? Как можно докричаться до людей? Возможно ли объяснить вот этим всем людям, показать это, чтобы они прочувствовали просто всевозможность этой музыки? Вот я хочу сказать просто... Вот представьте, каково это, когда первые... Им обязательно нужны слова. Я хочу сказать, вот вы когда классику слушаете, вы тоже слова слушаетесь. Классик, эмоции, да? Это театр, это эмоции. Они показывают, если вы не слышите, пожалуйста, просто попытайтесь понять их. Просто смотрите на них. Это не просто слова. Песня, композиция, это не просто слова. Мы возвращаемся, так скажем, к классической музыке, когда не было слов. Не обязательно нужны слова, чтобы что-то показать. Я вас умоляю, вы сравниваете вот это с классической... Это класс... Да, я слышал, у меня бабушка... Давайте все-таки, чтобы была возможность у музыкантов ответить. Вы очень хороший вопрос задали. Прекрасно. Каково это, когда тебя не слышат? Это каково? Когда тебя не слышат, это, ну, понятно, любому человеку очень больно, и даже слово больно, по-моему, не передает полный аспектр эмоций, когда ты не можешь постучаться. Но в последнее время, вот мне 36 лет почти, и где-то, говорит, 35, я понял и почувствовал, что главное даже не то, что тебя не слышат, а главное продолжать кричать. То есть проблема начнется тогда, когда ты перестанешь пытаться закричаться. На мой взгляд, это так. И несмотря на то, что это очень горно, когда тебя не слышат, пока мы живем, мы должны пытаться закричаться. Ну, я думаю, что это одно из потерей жизни. А еще мне показалось забавным, что самую консервативную мысль высказал человек, который ассоциирует себя с революционной рок-музыкой. Обратите внимание. То есть именно его слова, они были супертрадиционалистскими и консервативными. Это очень большой показатель. Это мужчина, который говорил о том. Я первый раз слышу музыку. Вообще все это мне, знаете, напоминает что? Сложный психиатрический эксперимент. То есть привозится ладил, который играет русскую абсолютно непонятную. Для меня. Хотя я могу считать себя музыкантом. Для того, чтобы определенно значить. Судок Сергея Анатолия, уважаемого. Совсем антуражный раз. И потихонечку начинают в течение определенного времени людей приучать. И идут они обычным простым путем. Несколько шагов, так скажем. Вот там группа, играющая совершенно странную музыку. Для того, чтобы была значимость, например, берут ведущую довольно известную, да, Ксению Анатольевну, уважаемую. Значит, для того, чтобы еще немножко приучить к этому. Сюда вкраплять местное население. И потихонечку, потихонечку. Я думаю, что если бы на самом деле вот вместо ребят, ну, предположим, апонские ребята, Коля, Вася и Федя, вышли сюда и спели нам это, я думаю, их бы попили. Да, а если бы они еще взяли за это деньги, то их, наверное, обмазали дёптем, её бы катали перья. Да. Виктор Цой, наверное, сейчас бы перевернулся. Да, потому что мы помним хорошо питерский рок-клуб. Какие там в то время, да, время перемен, да, помните, перемен требует наше сердце. Мне кажется, что мы забыли русскую культуру от слова совсем. В музыке, в поэзии, помните, у Макаревича есть такие стихи, «Ты можешь ходить, как запущенца, а можешь всё нагло сблить. И то, и другое. И я видел не раз, кого ты хотел удивить». Мне кажется, что Ксения Анатолия опять проводит какой-то интересный эксперимент над нами. Насколько русский народ может привыкнуть к любой чужой культуре? Да, вот так вот. И сказать, да, это нам нравится. А вы знаете группу «Аукцион»? Да. Да. И есть, в нашей программе сегодняшней называется «Музыкальный ринг», есть очень любопытная запись вот этой передачи группы «Аукцион». Вы её случайно не видели? Вот я вам даже рекомендовал посмотреть после всего вышесказанного. Просто есть запись вот этой программы «Музыкальный ринг», и во время этой передачи звонят советские инженеры, кто-то ещё, и совершенно не понимают музыку этой команды, говорят, а что это вообще музыка или нет. И вот мне как раз хотелось с вами это обсудить, потому что вы сослались на школу рок-музыки. Вот что бы вы этим инженерам ответили той программе «Музыкальный ринг»? Музыка это или нет? Вопросы телезрителей. Товарищ Гусев, руководитель политклуба из Москвы, интересуется, а что вы будете делать, если вас привлекут по статье 11 прим за дискредитацию высокого советского искусства? А мы будем играть там, где мы будем отрабатывать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В общем-то, вам не интересно, чтобы вы по-вашему слову сказали, что мы с помощью Ксении Анатольевны пытаемся привлечь вам чуждую культуру. Подозревая, наверное, что мы были выведены в секретной лаборатории где-то под вашим планом. Поэтому мы вывели селены, у нас просто был сбой в генетике, что он против боя двух образцов. И сейчас мы были, естественно, деньги в департаменте, мы построили это здание. Приехали сюда для того, чтобы выступать перед вами. Ну, а я сейчас учу, но если вы хотите посмотреть, до чего мы дошли, что нет стандарта, и, может быть, не всегда музыка, новый музыкальный язык, внутри которого есть русский фольклор, традиционное православное пение, русский язык, поэзия, восьминсенского, одна из песенов, восьминсенского, все это вы называете чуждой культурой. Это парадоксально, интересно, спасибо за мнение, я просто обращаю внимание, как нестандартный звук преломляет наше восприятие и мешает разглядеть элементы традиционной культуры просто из-за нетрадиционной оболочки. Я не отменяю того, что, возможно, мы просто неталантливы и портить все, к чему прикасаемся. Это возможно. И, скорее всего, так и есть. Спасибо за вопрос. Я согласен, Николай. Тоже интересно, что он процитировал Макаревича, он сослался на рок-клуб. Это его религия. Удивительно, потому что мы говорили об этом с Макаревичем. Эстатичная. То его песни, которые как бы про свободу, про либеральные ценности, вскормили самую консервативную публику. Я много раз это замечала, что они эти песни ребутируют к своим взглядам и по-своему понимают. Эти песни уже тоже не принадлежат Макаревичу. Как он это объясняет? Почему это? Как это случилось? Это не объясняет ни он. Я сама это не понимаю. Это просто вот ему кажется, что он поет про одно. Вот, например, песни Высоцкого. Но вы же понимаете, что очень много людей, скажем так, радикально консервативных или людей, которые поддерживают самые радикальные точки зрения в нашем обществе, фанаты Высоцкого и Розенбаума. Они обожают эту музыку? Посмотрите, насколько форма решает, а не содержание. Мы, может быть, с Высоцким как бы про одно. Возможно. Но из-за того и форма не позволяет это увидеть вообще. И проблема, Паша сказал супер важные слова. Для них это религия. Для многих в России то, что они любят, становится религией. И они, как мне кажется, моя гипотеза, Андрей, его зовут, да? Андрей музыку, на которой он вырос, превратил в религию. То есть она остановилась в развитии. И он стал любить ее в форме. Вот именно вот как звучит, то есть он любит эту форму. и шаг влево, шаг вправо становится предательством. Потому что он фетишизирует свою любовь. И смотрит не на суть, а на форму. Возможно, Цою бы понравилось то, что мы делаем. Я люблю группу кино и чувствую много преемственности с ним. Даже, может быть, больше, чем с Курехиным. Но это мое личное мнение. И он бы, может быть, не перевернулся от восторга. Возможно. Понимаете парадокс? Потому что этот чувак носил шубу. Я носил шубу. У нас уже есть хвост. Я просто, чтобы не было ощущения, что мы всегда все говорим одно и то же. А я люблю как раз-таки больше Курехина и меньше совершенно Цоя. У нас бывает и такое. Ну, а вы подозреваете, что вашу музыку вообще слушают с той стороны? Ну, то есть, условно, не только то, как вы ее чувствуете, а люди присваивают уже свои смыслы. И, условно, человек, который, например, совсем не антимилитаристских взглядов, а скорее наоборот, например, за войну, он может слушать ваши песни, кайфовать и по-своему это все слушать. Я вот сегодня хотел сказать об этом на концерте. Сейчас скажу, когда про целевую аудиторию был вопрос. Вот целевая аудитория целевой аудитории, но вот мы с Николаем обменивались этим впечатлением, что самое ценное на концерте это когда охранник, который стоит у сцены, или охранник, который... Не-не-не-не, я говорю, в принципе, когда на концертах это происходит, когда охранник, который стоит у сцены, вот эти брутальные мужики, которые на работе... Им нельзя разворачиваться. Им нельзя эмоционировать, я бы сказал даже. И они подходят после концерта, жмут руку, и так стесняясь еще, так, чтобы это не... Это было круто, спасибо. И вот эта реакция для меня самая ценная. Ценнее, чем крики, визги, девочки, мальчики, молодые, постарше. Вот для меня... Не обесценивай девочек никогда. Прости, пожалуйста. Это наш хлеб. Мы его едим. Смысл в том, что когда такого рода... Про антимилитаристов вы сказали, да, про то, что, может быть, они совершенно другие, так это прекрасно. Пускай они находят смысл в этом. Мы точно видели, что наши песни прикрепляют к постам в определенных пабликах, с которыми мы не согласны внутренне. Мне кажется, это однозначно плохо, но я хочу видеть то, что в этом хорошее. А это хорошо, потому что они чувствуют, что наши песни, которые они чаще всего прикрепляют, про любовь к родине. А раз они чувствуют тоже, что мы в такой форме выразили любовь в родине, они тоже любят родину, значит, у нас есть общая. И, возможно, они постепенно поймут, что любить родину можно по-разному. Вот этот плюрализм гребаный — это путь спасения наш. Главное — любить родину, но по-разному обязательно. И любить чужие родины тоже. Я могу коротко резюмировать то, из-за чего мы сюда приехали. Если я повторюсь, простите, мне просто важно эту мысль донести, нам эту мысль важно донести, как бы мы ради нее преодолели все эти километры, они такие большие, но тем не менее. С определенного момента наша группа стала относительно успешна среди московской, петербургской буржуазии, людей, имеющих деньги. Нам стали предлагать корпоративы, а мы чувствовали себя максимально нелепым в этом контексте и стали, ну, вынуждены были отказываться по разным причинам, как правило. Параллельно мы думаем, ну ладно, раз мы не хотим петь для одного слоя, мы хотим петь людям из нашего детства. У меня отец рабочий, условно, на заводе металлогичном, 35 лет и так далее. И вот мы стали обращаться немножко наивно, на таком языке музыкальном, стали обращаться к таким людям. Мы написали песню про зарплату, например, у нас есть песня 20, там поется, в сентябре я получал 15, в октябре я получал 15, в ноябре 15, а хотелось 20. В сентябре 15, в сентябре 15, в ноябре 15, но хотелось бронзе, мы в сентябре 20, мы в сентябре 20. И нам казалось, что мы так, как бы высмеивая мечту русского человека, который не готов потребовать больше, чем он заслуживает, это как бы взбудоражит народ и заставит его потребовать, я не говорю про баррикады, а прийти как бы через профсоюз и что угодно, мы ожидали какого-то отклика. Эту песню очень мало послушал народ из регионов, очень мало, не было отклика, мы поняли, что она как бы нас не слышит. И таких песен было много, на разные темы. И тут мы стали перед дилеммой. Либо мы меняем свою музыку, делаем ее более понятной. Я начинаю петь низко, я бретон, я могу петь низко. Мы убираем, посмотрите, в странный состав у нас два барабайчика и бас-гитарист. Ну то есть, это такое вообще, что такое, где вообще музыка, где гармонические инструменты. Но нам это прикольно, мы от такого уловим кайф. Это странно, это сложно, для нас это такой научный эксперимент. И мы так эмоционально чувствуем наши эмоции на сцене, это как правило, то, как нам нравится эта музыка, такая немножко извращенная и возможная. Это первый вариант, поменяться, сделать понятнее текст, понятнее музыку, отказать, изменить состав инструментов. Второй вариант, попытаться не изменять себя, делать то, что нам нравится, но быть услышанным. И вопрос в том, возможно ли, оставаясь такими же, быть услышанными. Короче, возможно ли диалог? Или вообще дело не в этом, и мы не того хотим, и нам надо просто играть своему злу дальше и не беспокоиться об этом. Как вам кажется? По повиненному тебе пришли на вас, по повиненному ксению. Вопрос в том, что вы в СССР. Не тебе. Ну, я писала, потому что не в большей части. Я думаю, что вы в СССР записили в Коросте. Нет. Я имею в виду, что если бы вы приезжали сами и одни, то пришли бы конкретно на вас. Может быть, это, конечно, я думаю, я в курсе могу держаться. Мне кажется, что вопрос ребят очень искренний к этому залу. Это важный вопрос. И возможность организовать такой разговор, это важная вещь. И в этом смысле я рада, что если люди какие-то пришли там, что-то может пообсуждать, на меня нравлюсь или наоборот не нравлюсь, а послушают музыку и поговорят про музыки, это есть то хорошее, что мы можем сегодня все сделать. Разве нет? Вопрос как бы важного задан в том, как мы можем зайти в регион. Заходите сами. Но вот такие маленькие города, как наши, они очень часто, ну, почти всегда остаются, в общем-то, обходят стороной. это классно, что вы приехали. Очень хорошо. Спасибо, что приехали. Приезжайте еще. И, ну, мы надеемся, вы не первые. То есть вы первые, возможно, и не первые, но последние. Вам начнут последние. Спасибо вам. Дело в том, что так как мы пытаемся искренне сочинить новую музыку, которую не услышал никто, в том числе и мы, нам и самим она иногда не очень нравится. Поэтому вы не одиноки. Не держайтесь. Николай, вот, а что главное вы для себя вынесли из этой встречи? Вот как урок чего это? Сегодня я многое понял. урок того, что я был прав. Я на самом деле знаю, что сказать. В ходе этого проекта у меня назревала очень большая усталость от себя и от концепции, которую мы постоянно проговаривали. мы сказали непозволительное количество очень пафосных фраз. И мне перед концертом захотелось, я бы думал, надо заткнуться и прямо надолго замолчать. Хватит нести эти претензиозные речи. Они ни к чему не ведут. Надо заткнуться и делать. А потом начался концерт. И для меня это был не очень удачный концерт. Ну, то есть, он был какой-то такой кринжовый. Ну, типа, паузы постоянные. Я плохо себя слышал, много фальшивил. В обычном концерте ты входишь в раж, и там, то есть, к третьей, к пятой песне ты уже как бы не ты. Ты себя разгоняешь. То есть, ты только разгоняешь себя и отключаешься. Между песнями мы постоянно говорили и разрушали ту как бы стену, которую мы обычно строим во время концерта. Я там как конференсье шутил, какие-то шуточки. Классные шутки. Спасибо, но я как бы я просто переживаю, я пытаюсь всех успокоить, расслабить всех. То есть, я в какой-то совершенно роли, каким я был преподавателем, то есть, какая-то такая... А потом, короче, все наши слова, ничего, ничего не значит. Речь вообще не про шутборис. Я это прям понял и это так классно. Вообще, похеру, будут нас слушать или не будут. Вообще, похеру, чем закончится наша карьера. Нет, реально. Вот прям плевать, потому что самое ценное, это то, какие люди там вставали, с какими лицами. В смысле, даже вот просто откуда они, какие они и как они спорили с собой, какая между ними энергия бродила. Как эти пацаны, молодые девчонки, почувствовав этот энергетический заряд вышли и стали петь песни русские, народные. Это не руссконародные, но выходила Катюша сами. То есть этот заряд пошел дальше. Это вообще не про нас. Я бы хотел просто взять в историю, скажем так, оставить, что я не знаю, какие результаты вы добьете, ничего, но я бы вам хочу просто сказать, что у нас была эта группа, я был на ее концерте, и вот... Что ты напиши, отлично. Можно, что все будет проехать, что мы будем проехать, так скажем, мы будем... Все, я сразу чувствую, я не научился, все, я сделал то, что хотел, я сразу принялся, что я не знаю, что я не знаю, как это писать. А вот пожать в руку, это... Благодарю, я первый раз с удовольствием, вообще, очень шикарно, мне все конгрессы. Приезжайте, мы в концерты и в Рекландбурге, в Москве постоянно. Смогу. Это смешно. Ну, это смешно. Палец. Давайте. Руки тряхнули. Спасибо большое. Будь верным слушателем нашей группы. И вообще верным слушателем нашей группы. Я буду верным слушателем теперь. Это вам не концерт. Это вообще вам не концерт. Это было очень сильно. Да, да, да. Я несколько раз что-то начинал клапировать. Я тоже самое. И то же самое. Несколько раз просто до слез. И все эти разговоры про то, что у нас, конечно, извини, я скажу, ну, скажешь, ничего не получится. Все получилось. Я так говорил. Вначале, если я правильно помню, то, что, скорее всего, у нас ничего не получится. Интересно, это просто волшебное. Я истолкновение возрасту. А когда я истолкновение возрасту. И да, и на сенью вот эта вот атака. И ты тоже так, я истолкновенная, импульсивная, спокойная и интересная, по-разному отвечали. И Коля очень классно. Что он что-то говорит. Я была уверена, что этого дискурса такого не получится. Разнопланового причем. Это молодежь наша. Это как бы маленький макет России или любого другого общества. Да, где есть свободная, сука, дискуссия. Все так кайфуют и всех так пропирает, когда просто открытый разговор. Да, это вот как бы они кайфанули не от музыки. Не от нас. Они кайфанули, что их слышат и что такой формат живой. Правда. А если сделать это в масштабе страны, прикиньте, как будут нацию переть, когда есть свободные выборы, сука, когда есть свободные... Право высказываться, и все чувствуют, что их слышат. Это очень крутая мысль. Это создает положительные эмоции. Продуктивные, хорошие эмоции. Хорошие. Чего их бояться? И сегодня... Никто не хочет ничего разрушать. Мы хотим, чтобы хорошо все было. Я вот больше всего сегодня перс от искренности и честности, которая была в этом зале. Что... Что... Я очень сильно согласен с Николаем. Самое ценное в том, что сегодня происходило, это разговор. И со стороны, вот как мы стояли на сцене, и как мы сегодня играли, я бы вырезал наше выступление и оставил бы только это. Потому что, в моем понимании, наше выступление, оно немножко уравновешивало. Вот это невероятное просто волшебство. Я не знаю другое слово. Я люблю это слово. Николай знает. Вступление стало как раз, вот я вынуждена это признать, точкой отчета, которую как бы вы... Вы вбросили эту точку отчета в виде музыки, а вокруг музыки... Вся эта дискуссия стала крутиться и наворачиваться, и появилось это все. Без этой музыки не было бы обсуждений, или оно было бы совсем другим. Можно выбегать с картиной на улицу, да? Как стоит толпа. Мы выбегаем просто с картиной и говорим, вот картина, смотрите. Давайте обсуждать. Так работает кино, так работает любой медиум искусства, да? Возвращаемся к предложению Паши. Вы будете нашим продюсером? Я всегда... Давайте поговорим о доле. Спасибо. Ксения, вы, кажется, норм. Спасибо. В контексте, по примере этой поездки. Поездим еще, да? Понаблюдаем еще, да. Субтитры сделал DimaTorzok как вы бы хотели, если бы у вас была возможность, привезти и собрать здесь крутой гэтл-фест, вызвать те группы, которые вы считаете из других городов, крутыми, и вот показать в лучшем виде, да, тот жанр, в котором вы работаете здесь. Жителям, несмотря на то, что, скорее всего, вы сейчас скажете, да, здесь никому не надо. Не поймут они. Ну, это же не так важно. Не поймут многие, но кто-то будут, те, кто молодые, да, кто хорок-культурик, возрождающийся, будет обращаться, да, и, возможно, больше людей будет, новых людей на концертах будет. Хотели бы вы такой фестиваль? Хотели, и в данный момент идет работа над таким фестивалем, то есть он может быть не настолько крутой в ваших головах, в наших головах, какой бы мы хотели, но он в любом случае крутой, мы вкладываем в это какие-то, какие-то, ну... Шашки? Все же понемножку, да, постепенно? Что туда вкладываем, то есть, в любом случае, крутой город фестиваль. Да, мы подумаем над этим вопросом, и с Ванеги пройдет фестиваль... Грандиознейшее сомнёте. Да, да, я вас реально поздравляю. Грандиознейшее сомнёте. Если большое дело, это большое фестиваль. Саша? Ну, у вас есть какие-то культуртегрские вообще амбиции в этом городе, что вот, ну, мне понравилась гордость, с которым вы сказали, что мы из маленького города, которого мало кто знает, и мы выступаем в больших городах, как бы несем весть о нашем городе, мы представители этого города. Мне очень понятно это чувство, потому что мы сами из города, название которого не все знают, Петербург, Москве, которые хотят город крупнее, полумиллионный, и как бы у каждой земли есть свой певец. Ну, да. Сам в широком смысле этого слова это может быть преподаватель истории, математики, это может быть врач, это может быть кто угодно, биолог и так далее. Хотите ли вы измените ваш город? Когда вы говорите, что большинство не слушает хорошую музыку, покажется, и что нравится вам, а хочется это поменять? Ну, мы, вот, играя, наверное, меняем это, отчасти. По факту-то мы же этим и занимаемся, да, просто, наверное, насаждать музыку не очень хорошо, надо, чтобы человек сам к ней пришел. То есть, наверное, у всех бывали случаи, когда он в какой-то период времени музыку услышал какого-то исполнителя, ну и не зашло. А через год он такой раз, и зашло так, что он как бы такой, как это я такой вот глупенький, не понял. И поэтому мы надеемся, что людям это будет заходить. И, соответственно, наверное, отчасти, и как раз концерты начали организовываться в нашем городе, да, и ребята молодые, они начали, у них проходят квартирники, я как-то зашел, я удивился, там, ну не знаю, там сто, наверное, человек было, и там большинство с гитарами, они все поют всякие разные песни, то есть это уже возрождение определенное, то есть люди не только, помню, был какой-то период, когда был очень-очень сильно хип-хоп, он просто, просто все, ну, все писали там, да, подали бесплатные минуса свои треки, да, вот, а тут ребята с гитарами, и это как бы дорогого стоит. Я вот, ну так сказать, еще занимаюсь обучением ребят, да, на гитаре, и ко мне в сентябре приходит 30-35 человек новеньких. 30-35? Да, ко мне, я не знаю, как их всех взять, у меня там часу, ну, они интерес, это интерес, ребят, то есть это как-то, наверное, происходит не только, там, отчасти то, что мы там играем, ну, это в общем, наверное, в культуре происходит, что люди возвращаются к, ну, так скажем, к музыкальному искусству, и, наверное, не только. Смотри, парни говорили сделать, хотят фестиваль здесь. Это очень классная идея. Если бы кто-то подключился, ты бы там этих приезжих туристов катал бы, ну, то есть можно же вокруг этого выстроить целое событие, ивент большой. Да. Мы могли бы приехать и выступить на этом фестивале через несколько месяцев, мало ли там, или кто-то, кто-то другой еще. Ну, давай, я тут готова тебе помочь, так что давай, главное, чтобы ты был инициативен в этом смысле, а там же мы подключим тоже ресурсы. Вот и ребята обещали приехать. Вот так родится сейчас новый фестиваль. Да, 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 да. Вот так что, видишь, у каждого своя точная ролевая. Твоим именем назовут улицу в городе потом. Ты станешь прородцом культуры местной. Прикольно. Кого мы позовем на наш фестиваль? Три хедлайнера, кроме тебя. Ой, вот это вот к Непознеру, еще Непознеру, пожалуйста, пять лучших артистов. А давайте организуем. Давайте. А что нет-то, давайте. Давайте сделаем летом. Вот стоя у этой... И с нас просят потом. Это финская свеча, да? Вот смотрите, ребята, на финской свече мы сейчас все обещаем вам... Дали замок. Руки давайте, Владимир. Да, вот рукой просто. Вот все команды, команда. На финской свече мы обещаем всем вам, что мы устроим такой фестиваль, о котором заговорят миллионы. Во всех странах. Во всем мире о нем заговорят. Вот увидите. Мы вам это обещаем. Обещаем? А? Да! Да! Погнали! Все. Онега возродится! Онега возродится! Продолжение следует...